За маленькой девочкой, которой всего год и три месяца, охотится неизвестная и зловещая потусторонняя сила. Руки со стены, просто вот такие огромные руки, лезут, забирают лизу. Мама видит возле дочки непонятную сущность, которая ведет себя в доме как хозяин. Смотрю, сидит мужчина, показывает мне потихонечку, не кричит. Ужас такой, что отказали полностью все конечности. Родители в отчаянии. Они обращаются за помощью к экстрасенсам. Что? Что случилось, Хаял? Я вижу там кровавые стены. Мертвый, мертвый! Он весь мертвый. А-а-а! Можно я выйду? Что это так? Мамочки, дорогая, откуда она в доме? Боже! Боже, под мискиной кроваткой. У вас здесь ребенок закопан. У вас здесь могила ребенка. Это Игорь Бондарь. Ему 40 лет. Живет с семьей в частном доме в Одесской области. Работает водителем в строительной компании. А это его любимица, дочка Лиза. Ей год и три месяца. В семье уже есть старший сын, ему 14. Однако Игорь всегда мечтал о девочке, рождение которой им с женой Ольгой пришлось ждать долгие 13 лет. Я давно хотел, чтобы у нас была девочка, но не складывалось. И тут наконец-то свершилось. Оля мне позвонила и говорит, я беременна. Я говорю, ну класс, а потом до меня это начинает доходить. Помню, как он заставил уборку у нас сделать с дядей и дедушкой. Он прям трясся весь, чтобы все было так лучше сделано, потому что мама с дочкой приедет. Шарики на машину навязал. Он был очень счастлив. Возле дочки сильный мужчина, бывший морской пехотинец, просто тает. Папа и накормит, и убаюкает крошку. Называет ее «моя принцесса». Ну, есть разные папы, кем иногда смотришь, как папа там относится к дочке, просто хочется папу-то вывезти где-то и по-раз подкинуть. И трудно себе представить, что почувствовал папа, когда однажды жена в панике позвонила ему на работу и рассказала, что случилось с его любимицей. Слышу сумасшедший грохот, подхожу, торшер лежит вот так вот на ней. Она в ходуночках была. Я не знаю, как он не упал вот этой частью ей по голове. Ребенок не пострадал чудом каким-то. Ей было месяцев семь. Дотянуться из ходунков до торшера девочка никак не могла. Странно, но тяжелый светильник упал сам по себе. Это пугает до ужаса просто. А месяц назад ни с того ни с сего прямо возле ребенка перевернулся комод. Если бы малышка находилась на шаг ближе, могла бы погибнуть. Я сам проверял. Комод как бы тяжело на себя завалить. Я его сдвинуть с места не могу. Да, я уже действительно испугался. Родители уверены, за их такой желанной дочкой охотится нечто потустороннее. К тому же маме постоянно снится, как эта зловещая сила забирает ребенка. Снится мне сон, что руки со стены, просто вот такие огромные руки, лезут, забирают Лизу. А проснувшись, Ольга уже наяву видит в кресле возле манежа ребенка фигуру какого-то мужчины. Я сижу вот на этом диване, да, поворачиваю голову и смотрю, сидит мужчина, показывает, типа, потихонечку. Типа не кричит. Ужас такой, что он не может даже что-то сказать. Просто вот горло спазм такой схватило, и отказали полностью все конечности. Как и все мы, Ольга снимает для домашнего архива каждый шаг дочки. Но то, что она увидела на последнем видео, ее просто ошеломило. Камера зафиксировала рядом с ребенком какие-то странные серые шары. Я сначала подумала, может, с перепугу, что может какая-то мышь летит, но потом, подожди, она же над полом, как она может лететь? Ну вот, какое это может быть объяснение, что это? Невероятно, но, похоже, ребенок тоже это видит. Девочка поворачивает голову, словно следит за тем, что пролетело возле нее. У меня просто начало трястись все внутри. Это вот видео, которое подтверждает тому, что я уже не схожу с ума, а на самом деле здесь что-то существует. Я как бы постоянно вижу именно в комнате перемещение, как такое перекати-поле. Мы почему и обратились в вашу передачу, откуда это вообще все появилось, и как-то от него избавиться хотелось бы вообще. Больше мне обращаться уже некому. Батюшки не помогают, за ребенка страшно. Советуют, вот, продайте дом. Ну, это же не мешок с картошкой. Тем более сейчас такое время, сейчас продавать. За расследование этого загадочного дела взялись сильнейшие эксперты нашего проекта. Финалистка 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» цыганская ясновидица Рубина Цибульская и член жюри проекта «Сверхвозможности человека» потомок пророка Магомета, азербайджанский экстрасенс Хаял Аликперов. Перед выездом в Одессу Рубина Цибульская работает с фото девочки. От девочки идет очень спокойная, благоприятная энергетика. Но вот вокруг нее я чувствую такую вот холодную энергетику, словно кокон. И я чувствую, что это связано из мира мертвых. И я хочу вызвать духа, посмотреть, кто их мучает, что этот дух хочет от них. Дух пришел. Я вижу женщину с длинными черными волосами. Очень красивая. Она похожа на цыганку. И я вижу в руках ее то ли чашу, то ли бокал. И внутри этой чаши что-то налито, похоже на кровь. Я сейчас вижу, она подходит к колыбельке с ребенком и смазывает его жидкостью из чаши. И шепчет. И что-то шепчет. Господи. Она что делает? Ребенку ритуал насмерть? А до Чайури страдает полтутой. Полтутой Чайури мыньчинь дяпа. Полсоту давай, кардиан. Дух очень рассердился. Но я просто не понимаю, как это связано с девочкой Лизой. Рубина Цибульская уже в селе Усатого под Одессой. Здесь живет семья Лизы. Хаял Олегперов прибудет в полдень. Он едет сюда с другого расследования. Ясновидицу встречает мама девочки Ольга. Отец уехал в срочную командировку, поэтому встретиться с экстрасенсами не может. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу понять, почему у ребенка падают комоды, лампы и вообще, что летает возле моего ребенка. Дети, мне рука ваша. Вы очень боитесь за нее. Даже у меня такое ощущение, как сердце выпрыгивает. Я как будто забираю что-то. Мне надо поработать с ребенком. Где ребенок у вас? Маленькая Лиза в коляске во дворе. Напуганные родители ни на миг не оставляют дочку одну. Сейчас с ней младшая сестра Ольги Анна. Она тоже обожает племянницу. За Лизу я переживаю очень сильно. Потому что Оле, когда она рассказывает, конечно, волосы дыбом становятся у всех. Мне нужно провести ритуал для того, чтобы считать с нее информацию. Он более щадящий обряд для того, чтобы не повредить его состояние. Вот это самое главное. Сейчас я заговорю воду. Чисто водится. Заговорится на ее, на Лизу. Советую. Все скажи мне. Расскажи, чем пишет, что слышит, чем живет, что волнует, что беспокоит. Расскажи мне. Сейчас смочу ей ручки. Тише, тише, тише. Тише, тише. Дно. Дно. Как яма. Яма. Глубокая яма. Это что значит? Это могила. Ты понимаешь? Это просто ужас. Неужели экстрасенс увидела эту крошку в могиле? Кто пытается затянуть малышку на тот свет? Чтобы выяснить это, Рубина Цибульская идет работать в дом. Висеть? Давай посмотрим по картам, что сейчас нам покажет. Женщина. Вышла мне женщина. Из-за нее состоят проблемы твоего ребенка. И она как-то связана с тобой из-за мира мертвых. Возможно, именно эта женщина была в видениях экстрасенса перед расследованием. Эта женщина как будто бы как в бреду. А как полусумасшедшая, пелена на глазах. Кто это? Что за женщина? Женщина – это моя родная тетя, которая в прошлом году летом закончила жизнь самоубийством. Так может, это дух Ольгиной тети приходит в дом и пытается забрать девочку? Имя. Говори мне имя. Наталья. Наталья. Так, давай руку мне. Так, закроем глазки. Так, я вижу. Туннель. И как эхом раздается крик. Такой голос. Пронизающий голос. Вот крик, эхо, туннель. Что это? Колодец. Она упала в колодец. Прыгнула в колодец. Вот труба. Ну, такая труба, которая вкапывается в землю. Ну, искусственные колодцы делаются. И вот такая длинная труба. Вот этот туннель я так могу предположить. Я тут, конечно, удивлена тем, что вот этот туннель, на самом деле Наташа в колодец падал. Вот этот крик, эхо, все. Женщина бросилась в колодец во дворе своего же дома. В этом же селе. За несколько дней до своего 60-летия. В день рождения Ольги. Это такая именно наша семейная боль. Подожди. Она совершила самоубийство. Они мучаются, эти души. И они подпитываются, подпитываются людьми. Почему люди даже чувствуют себя плохо. И даже забирают жизни. Самоубийцы часто привязаны к тому месту, где они лишили себя жизни. Мне надо было понять, вредит ли Олина тетя маленькой Лизе. Для этого нужно было выйти с ней на связь. И делать это нужно было через самого близкого ей по крови человека. В соседнем селе Нерубайское живет родная сестра погибшей. Мама Ольги и бабушка Лизы. Алло. Мам, ну у меня здесь Рубина приехала помочь. Это твоя тоже помощь. Да, с Наташей связано. Ну давай, давай. Сейчас она подойдет. Хорошо. Тем временем Хаял Олегперов приближается к селу Усатого, где живет семья. Уже в автобусе настраивается на работу. Сегодня я видел странный сон. Я шел по дороге, в конце которой почему-то была дверь, и встретил женщину, промокшую до нитки. Она подняла голову и сказала, я не хотела этого делать. И попросила, чтобы ее простили. Я дошел до двери в конце дороги, открыл ее и увидел детскую комнату без стен. Там над кроваткой стоял мужчина. Его ноги были оббиты корнями растущими из-под земли. Остановитесь, там девочка. Экстрасенс остановил автобус на перекрестке. Дом Ольги находится совсем рядом, за поворотом. Что так встревожило ясновидца? Я вижу дух маленькой девочки. Она говорит мне, что умерла на этом перекрестке. Меня спила машина на глазах у мамы. Почему ты сейчас здесь? Она говорит, я жду девочку, которая живет вон в том доме. Невероятно, но это тот самый дом, где вместе с родителями живет маленькая Лиза. Неужели дух с перекрестка, которого видит Хаял Олегперов, ждет именно ее? Неужели малышка действительно может умереть? Когда наступит полная темнота, ее душа появится здесь, и мы сможем покинуть этот мир. Все, она исчезла. И я сильно обеспокоен тем, что она сказала. Перекресток – это портал, через который души приходят и уходят в мир мертвых. Она ждет здесь новую душу. Следует поспешить, у нас мало времени. Тем временем мама Ольги уже знакомится с ясновидецей. А меня зовут Рубина. А мне Женя. Это вот родная сестра Наташа. Я хочу вызвать ее для того, чтобы понять, это ее дух беспокоит ребенка. Вставайте, встаньте. Возьмем свечу. Господи, ее страх, она как отстранилась от вас. Они не давали. А кто не давал? Сыновья и муж. Муж и двое сыновей погибшей Натальи запретили ей общаться с сестрой и старенькой мамой. Они не могли смириться с тем, что свой дом мать передала в наследство семье Евгении. Очень дружны были. Она даже кормящая мать была Аней, меньше моей дочки. Мы вообще, ну, одно целое просто там были. Одно целое. Тетя Ольги очень тяжело переживала конфликт семей. У нее началась затяжная депрессия, которая и привела к самоубийству. А, со своими детьми ругалась. Они как будто гнали ее. Гнали из дома. Это было такое? Фудорку. Да, они хотели ее последнего дня сдать в Александровку. А что это такое? Ну, это психическая больница у нас в Одессе. Когда она была в четверг, они в пятницу ее должны были сдавать. И она вот в четверг, а на пятницу она прыгнула в этот колодец. Это страшная, конечно, вещь. Мне так ее сейчас не хватает. Женя, давайте мы обратимся, вызовем ее через огонь. Откроем портал через свечу, вызываем, закрываем глаза. Дух Наталья, приди. Приди, расскажи мне, что тебя тревожит, что тебя беспокоит. Она не выходит на связь, не выходит. Секунду. Что там происходит? Хаял? Он в помощи мне будет. Давайте мы встретим Хаяла. Здравствуйте, Хаял, меня зовут Ольга. Я обращалась к вам за помощью. Это моя мама, ее зовут Евгения. Хаял, я тебе хочу объяснить. Мне выпала на картах женщина. Женщина мертвая. Понимаешь? И она как, ну, как не в своем уме. А мне Ольга стала говорить о том, что это ее тетя. Понимаешь? Я хотела тебя попросить, чтобы ты так же посмотрел, что почему она не выходит на связь. Дайте, пожалуйста, вашу руку. У меня перед глазами мой сон. Что ты видел? Я видел женщину, всю мокрую. Она просила, скажи им, чтоб меня простили. Она не хотела этого делать. Она говорит, что очень любит вас. И никогда бы не причинила зла ни вам, ни вашим детям. Она связь не выходила, поскольку боялась, что вы ее не простите. Да она простили. Ей там хорошо? Да, ей хорошо. Олина тетя здесь ни при чем. А может быть, это и не она выпадала мне на карты. Я чувствую, что есть другая какая-то женщина. И она мертвая, как не в себе. Но кто она? И чем она опасна девочке, я пока не понимала. Когда я ехал сюда, увидел дух девочки. Вон там, по дороге к вашему дому, на перекрестке. Соседскую девочку сбила машину. Она сказала, что была с мамой. За руку вина. Ее сбила большая машина. Белого или желтого цвета. Как выяснилось, на том месте, о котором сейчас говорит Хаял Олегперов, 8 лет назад произошла страшная трагедия. Через село проходит трасса Одесса-Николаев. На перекрестке автобус сбил шестилетнюю соседскую девочку. Она неожиданно выбежала на дорогу, и ее мама не успела предотвратить беду. Дух малышки сказал мне, что ждет какую-то девочку. И показал в сторону вашего дома. Он хочет забрать ее с собой в потусторонний мир. Это что? Ольга шокирована. Она знает о трагедии и не может прийти в себя от услышанного. Оля. Оля. Так, что с тобой? Нет, все нормально. Мы все сделаем. Ты поняла? Мы поможем. Она сказала еще кое-что. Все произойдет, когда наступит полная темнота. Что это такое, Хаял? О чем говорит она? А? Я пока сам не понимаю, почему она не сказала просто, когда наступит ночь. Или, может, она имела в виду затмение? Или конец света? В любом случае, это будет что-то необычное. И у нас, Рубина, очень мало времени. Это ужас какой-то. Мне нужно увидеть ребенка. Да, пойдемте к ребенку. Когда Хаял зашел, я так начал все раскладывать по полочкам. В смысле, кого он встретил, что он увидел. Я не ожидала такого услышать. Ну, все услышать. Но такого я не ожидала услышать, честно. Девочка, за которую так переживают ее родные, сейчас мирно спит в детской комнате. Когда я взял девочку за руку, я почувствовал, что она несколько раз находилась в шаге от смерти. Но что-то ее оберегало, спасало. И если вы позволите, я хотел бы поработать в доме. Проблема в доме, скажи мне. И кто этот человек? В этом доме точно есть потусторонние силы. И, встретившись с нами, они могут активизироваться. Поэтому ребенку сейчас очень опасно здесь находиться. Напуганная Ольга вызывает такси и просит свою сестру отвезти Лизу к себе. Хорошо, что мы сейчас Лизу отправили от этого подальше. Что сейчас будет происходить, но это будет нам неизвестно. Я поработаю в комнате вашей дочери. Что? Что случилось, Хаял? Что? Что случилось, Хаял? Когда я читал молитву, передо мной появился какой-то мужчина. Он сказал, ты видел меня. Это был мужчина из моего сна. Его ноги были обвиты корнями. И эту детскую комнату я тоже видел во сне. И вдруг передо мной упала полка с дисками. Что это такое? Ты видела? Упало сверху все. Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратнее, ребят. Он никогда не падал оттуда. Стойки завалились, поломались полностью. Полностью поломалась стойка. Ты представляешь? Вот эти вещи, которые стали падать. Прям с корнем вырвата стойка от кассет. Сила, конечно, сильнейшая. Прошлась по дому. Я не понимаю, почему дух рассердился. Или это была какая-то подсказка от него? Боже мой! Я сейчас увидела такое, знаешь, как ты мне рассказывала. Серая, серая, серая. Как прыгающая, знаешь, с места на место. Как шарик. Мелькнула серая. Ты видела? Пелена, пелена, серая. Невероятно. Теперь странные летающие шары увидели и экстрасенсы. Но что это такое? Пока хозяйка дома и ее мама приходят в себя, внимание Рубины Цибульской привлекла какая-то вещь. Ясновидецы неожиданно становится плохо. Ой, господи. Что вы почувствовали? Боже мой! В руках у ясновидецы кукла Мотанка, которая висела возле компьютера. Что в ней так поразило экстрасенс? Это что такое? Откуда ты его взяла? Это мне подарили. Кто подарил? Ну, на работе еще. Видит он мертвой энергетикой. Мертвый, мертвый. Хаял. Он весь мертвый. Она у меня на работе висела возле компьютера. Где вы работали? Бухгалтером на предприятии. Что за место? Что за место? Это старое место. У нас в центре города. Я вижу там кровавые стены. Вот как-то я зашла в один из кабинетов. Темно было. И смотрю, у меня такая просто пелена пролетает. Я бегом оттуда. Вы принесли оттуда мертвую энергетику вместе с этой куклой. Я взял ее в руки и увидел много духов. Неужели все беды в этом доме из-за этой обычной на вид куклы из ниток? Мы можем сейчас туда поехать? Давайте подъедем тогда. Я вам покажу эту территорию. Экстрасенсы едут с Ольгой в исторический центр Одессы. К зданию на улице Морозлиевской. Здесь арендует помещение предприятие, на котором она работала до декретного отпуска. Я чувствую, вам сейчас очень-очень опасно туда заходить. Ваша энергетика ослаблена. Вам лучше подождать нас здесь. Спасибо. Спасибо. Экстрасенсы оставляют женщин на улице, а сами идут в это старое здание. Какие тайны скрывают его стены? Неужели опасность маленькой Лизи идет именно отсюда? Ты видишь, стены светлые, но они красные почему-то. Я вижу здесь людей, которые умирают не своей смертью. Это здание построили в далеком 1914 году для Крестьянского земельного банка. Сейчас здесь дворец студентов. К экстрасенсам выходит его директор. Одна вещь из этого здания с мертвой энергетикой принесла в семью беду. Мы должны им помочь. Да, пожалуйста, работайте. Скажите, пожалуйста, а здесь есть какое-то еще нижнее место? Подвал, да? Да. Я подумала, подвал – это то место, где не бывает солнечного света. Может, его имела в виду девочка с перекресткой, когда говорила Хаялу о полной тьме? Рубина Цибульская спускается вниз. Останавливается возле какой-то двери. Я вижу, как заходит женщина. Заходит женщина и обратно не выходит. Я вижу, что она, как она сюда входит, с поникшей головой. То есть уже с обречением на смерть. Пришла она сюда по вине какой-то книги. Ее обвинили. Ее обвинили, получается, в том, что у нее есть эта книга. Сейчас я увидел женщину. Она приходит сюда после смерти. Она тоскует по своим детям. Ей не дали попрощаться с ними. Невероятно! Что означает видение экстрасенсов? Мы решили поинтересоваться историей этого здания, и вот что выяснили. Это здание с 20-х по 60-е годы прошлого века принадлежало НКВД, а потом КГБ. Возможно, ваши эксперты почувствовали события 1938 года. Это зафиксированный исторический факт. Анна Арсенич работала директором сельской школы под Одессой. И однажды один из ее сыновей нашел на чердаке школы старый журнал со статьей о Троцком. Спустя несколько дней директора арестовали и осудили за шпионскую деятельность. Женщину расстреляли во дворе этого же здания. Возможно, трагедию именно этой женщины увидели экстрасенсы. Одну из тысяч казненных во времена сталинизма. Я чувствую, здесь много духов. В этом зеркале. Зеркало – это портал для мертвых. И то, что здесь происходило, то, что здесь пытали людей, их смерти, оно все отпечаталось, оно живет здесь. Я хотел бы посоветовать вам осветить это место, чтобы упокоить духов погибших. Потому что эта энергетика может принести проблемы и другим людям, которые находятся здесь. Да, конечно. В таком месте вещи набирают негативную энергетику. И кукла-оберег, которая долгое время находилась у Ольги на работе, вобрала в себя мертвую энергетику. Вот это избило меня с толку. Я-то думала, что это магическое влияние. Эта вещь была барьером между духами дома и семьей. Ольги. Но, как оберег, она уже исчерпалась и свою функцию не выполняет. Ее нужно сжечь. Тогда связь между куклой и этим местом будет разорвана. Теперь стало понятно, что угроза жизни Лизы идет не от этого здания. Опасность в доме Оли. Нам нужно было вернуться. Ясновидцы покидают дворец студентов. Их ждет заплаканная Ольга. Женщина в отчаянии. Она долго держалась, но сейчас у нее сдали нервы. Что случилось? Ты почувствовала что-то? Что? Какое-то вот такое прямо переживание. Ольга, мы выяснили, что эта кукла не вредит вам. Она помогла вам и вашему ребенку. Но теперь ее нужно уничтожить. Мы должны немедленно возвращаться. Мне не дают покоя слова девочки с перекрестка. Подожди, я слышу какой-то звук. Ты слышишь, как дитя какой-то разговаривает, да? Да? Словно маленький ребенок. Странно, ведь ребенка сейчас в доме нет. А звуки раздаются вроде бы из комнаты Лизы, из-под ее кроватки. Их слышат все, кто находится в помещении. Да? Как будто маленький ребенок. Я тоже послышалась. Секунду, тишина, тишина. Подожди. Ой, господи. Черная кошка, боже, какая большая черная кошка. Боже, боже, боже. Господи, можно я выйду? Мамочки, дорогая, откуда она в доме? Боже. Боже, под лескиной кроваткой. Боже, огромный черный кот. Откуда он в доме взялся? Тут же все закрыто было. Это не ваше? У меня нет котов. Это не наша кошка. Выгоняйте, выгоняйте ее быстрее. Я и сама была в шоке. Откуда в закрытом помещении взялась кошка? Но меня насторожило место, которое она выбрала. Почему она сидела именно под лизиной кроваткой? Я видела, Хаял, видение, видела картину. Колыбель. И над колыбелью цыганка говорит по-цыгански, да, на своем языке и держит чашу с кровью. Дайте мне руку вашу. Вижу молодая цыганка. Ее любовь. Любовь к мужчине. Но мужчина не ее национальности. Это получается как неравная любовь. Мамина родная бабка цыганка была. А дед мой, ну, украинец, местный наш, усатовский. Моя священная книга показывает мне мужчину, который должен был жениться против своей воли. Он гулял с бабушкой. С сыганкой? Да, нагулял от моего папу. И его родители заставили, чтобы он уже женился на ней. Поняли? Мне идет информация, что он не любил ее. Я увидел, что муж этой цыганки унижал и даже бил ее. И она возненавидела его. Когда хоронили, она даже не хотела подходить к гробу. Но уйти от мужа она не могла. Потому что иначе род этой женщины отрекся бы от нее. Всю свою ненависть цыганка перенесла на сына. Она прокляла его. И этим наложила проклятие на весь свой род. Так неужели на маленькую Лизу действует проклятие ее прабабушки-цыганки? Проклятие матери – это очень тяжелое проклятие. Тем более, если оно передается по роду. Да, она проклинала этого ребенка. Когда я была беременна, ты виноват в моей жизни. Ты, ну, как помеха. Но я чувствую, когда она его родила, она его очень полюбила. Он красавец был. В моем видении она держала чашу над колыбелью. И в ней кровь. Я думала, цыганка в моем видении делает ритуал на смерть своему ребенку. Его делают на крови. Но я ошиблась. Чаше было вино. Это был совсем другой ритуал. Мать перебирала проклятие со своего сына на себя. Она проклята. Она сама себя проклянула. Когда ее хоронили, ее перевернули, с гроба вывернули на кладбище. Да, она еще упала с гроба у нас. Знаешь, на руки упала эта... Наташа. Моей сестре вот эта, что умерла, она упала прямо на руки. Наташа ее вот так вставила обратно в руки. Когда перевернутый гроб, этот человек сам проклятый. Олина прабабушка-цыганка выпила свою чашу страданий до дна. Она добровольно взяла на себя эту ношу. И она отработала свое проклятие. Всю жизнь она промучилась. 36 лет было. Сыну трактором задавил. Он выпрыгнул с трактора, и трактор упал на него. А второй сын умер от эпилепсии. Приступ как-то начался. Упал просто горлом на кастрюлю. Знаешь, и задохнул. Молодые, такие красавцы. Дети расплатились, и она этим поплатилась. Ну, как они могли знать такие вот вещи, что там у моей мамы, кто моя бабка была, да, вот ее судьбу, что, оказывается, у нас с рубиной практически одна кровь течет. Откуда люди могут это все знать, это, конечно, жесть. Эти люди уже пострадали из-за страшного проклятия. Оно себя исчерпало. И к маленькой Лизе его негативная энергетика никакого отношения не имеет. Так кто же тогда угрожает жизни ребенка? Экстрасенсы ни на шаг не продвинулись в расследовании. Ведь до сих пор непонятно, кто переворачивает мебель рядом с девочкой, подвергая ее опасности. Какого мужчину видит Ольга, просыпаясь от жутких кошмаров? Чьи руки тянутся в ее снах из стен к ребенку? И что это за черная кошка? Да и откуда она появилась в доме? Я смотрю сейчас на стену и вижу, будто из нее пытается выйти какой-то мужчина. Оля в кресле видела мужчину. Мужчина в кресле сидит и мне показывает, знаешь, вот так вот тихо. Я хочу поработать в той комнате, где вы видели этого мужчину. Нам следует поспешить. Уже темнеет. Вы же помните слова девочки с перекрестка о полной темноте? То, что увидел Хаял Олегперов в этой комнате, заставило его сразу позвать туда всех остальных. Это невероятно, но люстра качается, как во время землетрясения. Слушай, подойди, ребят. Ой, боже мой, а чего она качается так? В этом доме кто-то повесился? Ты видишь здесь мужчину? Да, я вижу, он жил здесь очень давно. Этот мужчина был состоятельным. Да, он хорошо одет всегда. Я его вижу всегда хорошо одет. Он в очках, у него аккуратный почерк. Я вижу, как он что-то пишет, а потом вешается. Хорошо же, сэл. Мужчина. Неужели дух этого мужчины и является той потусторонней силой, которая атакует дом? Это его видела Ольга рядом со своей дочкой? Но кто он? И почему охотится за ребенком? Это мужчина из моего сна. Кроме вашей тети, я видел во сне еще и мужчину. Он стоял возле кроватки в детской комнате без стен. Его ноги были оббиты корнями, растущими из-под земли. Он словно пустил корни в этот дом. Это хозяин дома. Он сидел в кресле. Знаешь, вот так вот спокойно сидит, вот как хозяин. Вот здесь, на этом месте? Да, да, да. А была Лизочка-то, да? Лизочка. Лизочка вот тут вот и была в манеже. Этот дом довольно старый. Его построили еще в начале 20 века. Дом дореволюционный. Дом очень старый. Но говорят, что здесь же был какой-то поместье. Жил себе в этом доме. Этот дом был построен еще там до... Как только усатого началось. Да, здесь какой-то помещик жил. И почему-то фамилия с моей созвучна. Родзинский, Родвинский. Который покончил жизнь самоубийством. Я спросил у Духа, зачем ты показываешься этой женщине? Что ты хочешь от нее? Он сказал, что помогает вам. Знак, который этот мужчина вам подал, Тише, означает, что он оберегает ребенка. Он его защищает. Дважды ребенок должен был умереть, когда на него падала мебель. Он говорит, что сделал так, чтобы этого не случилось. Я увидел, что у этого мужчины была красавица-жена и маленькая дочка. Но случилась беда. Они обе умерли от какой-то страшной болезни. И мужчина не выдержал такого горя. Повесился на люстре в этом доме. Теперь его дух помогает маленькой Лизе противостоять злой силе. Потому что девочка очень похожа на его дочь. Если вы хотите, я помогу избавиться от этого духа. Но он говорит, что не вредит вам, что он на вашей стороне. Если он нас не пугает, то пусть живет себе, ради бога. Хорошо. А вот эти руки, которые тянутся к Лизе... Это совсем другая потусторонняя сила. Я понял, что этот дух весь день пытался помочь нам. Я считал, что он рассердился и мешает нам работать. Но до были подсказки от него. Он хотел показать, откуда ребенку грозит опасность. Поэтому искать следовало в детской комнате. Да, мне это место волнует, беспокоит. И ты знаешь, здесь не зря кошка лежала. Похоже, эта кошка как-то связана именно с этим местом. И ее появление ниоткуда в закрытом помещении навело меня на мысль, что это совсем не кошка. Меня тянет туда. Двинь туда подальше. Двинь туда. Боже мой! Я чувствую пустоту. Яма. Кроватка, яма. Каял! Видение! Внутри колыбели дно. Дно, как яма. Яма. У вас здесь ребенок закопан. У вас здесь могила ребенка. Какая могила? Там могила. Что это такое? Она что? С чем это связано? Что это? Тут достроена половина. Вот эта половина была пристроена к старому дому. Да, на самом деле. Мне идет энергетика кладбища. Я вижу женщину. Она беременная то ли третьим, то ли четвертым ребенком. Потому что я вижу, вокруг нее много детей. Она своего ребенка отпевает. Аборт? Нет, нет, нет. Она травит. Ее обжигает. Ее... Она сжигает. Она что-то пьет. Она пьет какую-то траву. Уксус. Кислоту. Какие-то... Ты чувствуешь? Я вижу. Эта женщина родила мертвого ребенка. Девочку. И похоже, она похоронила ее на этом месте. Я знаю, с чем они говорят. Да? В той старой половине когда-то жила женщина. Многодетная. Многодетная. У меня вспомнила. И она бухала. Пила сильно. Они с мужем вели... И она рожала этих детей. И сама себе аборты делала. И зарывала их. Где ходила, там их и рывала. Рожала этих детей. Убивала. Выкидывала. Говорят, что вот просто вот так вот к собакам выбрасывала. Она убила ребенка на поздних сроках беременности. Это был почти сформированный человек со своей душой. Эта комната – новая пристройка в доме. Когда ее возводили, потревожили могилу убитого ребенка. И этим активизировали его дух. Когда вы поставили колыбель над могилой, вы этим усилили связь с умершим ребенком. Я ж не знала. Она ее тянет, как получается. Вы говорили, руки, я вижу руки. Это не дом, а какой-то дом привидений. Теперь я поняла, что это была за кошка. Это был дух той несчастной закопанной девочки. Он сидел на своей могиле под кроваткой Лизочки. И летающие серые шары – тоже ее дух. Ведь духи могут принимать различные формы. Я никогда не могла подумать, что я хожу, да, ну, как сказать, уже, грубо говоря, по могиле. Это вообще жуть. Что это? Свет, Воробин! Начинается. Вот она, полная темнота. Что это было? Рубина – это то, о чем говорила девочка с перекрестка. Она говорит, я жду девочку. Когда наступит полная темнота, ее душа появится здесь. Пожалуйста, мой. Нет, нет, она не заберет вашу дочку. Я наконец-то понял ее слова. Она имела в виду закопанного здесь ребенка, а не Лизу, как мы думали. Когда внезапно исчез свет, и мы оказались в полной темноте, это был знак, что портал на перекрестке открыт. Теперь мы должны спешить для того, чтобы отпустить ее дух, пока портал открыт. Нам нужно упокоить дух похороненной здесь девочки, чтобы она больше не угрожала вашей дочке, и поставить защиту на вашу семью. Я проведу ритуал. Да, быстрее, пошли, пошли. Думайте о детях, о ком хотите на защиту, чтобы это все ушло. Чтобы девочка ушла, чтобы она упокоилась, чтобы она уходила. Уходила. Уходила из вашего дома, из вашей жизни, чтобы она не беспокоила вашего ребенка. И вас не тревожила. Простит нас, мы же не знали. По ветру все уходит. По ветру все разлетается. Это душа ее улетает, уходит. Храните это дома постоянно. Возьмите кусочек какой-нибудь ткани, желательно зеленого цвета, заверните это в него. Это оберег для вас. Теперь, когда жизни Лизы больше ничто не угрожает, девочка может возвращаться домой. Это Владик, это старший сын. Это старший сын. Ня-ня. Ня-ня. Все, ты уже веселая? К маме хочет. Ой, она маму не видела. Спасибо. 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 Я очень благодарна Рубине, Хаяуу. На самом деле, ребята, очень у вас тяжелый труд. Низкий вам поклон. Наконец-то мы разобрались, что происходит в моем доме. Самое главное, была устранена причина того, зачем я ей просила приехать экстрасенсу. У меня прямо камень упал. Я надеюсь, что я буду спокойна. Пока мы готовили программу к эфиру, к нам в редакцию по скайпу позвонила Ольга Радванская. Она сообщила, что после приезда экстрасенсов в их доме все наладилось. Все хорошо. Спасибо. Предметы перестали у нас падать. Самое главное, нету ничего такого, чтобы, знаешь, эти вот кружочки. Нету, 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 нету. Спасибо вам. Я рада. На самом деле, что так вот все сложилось. В эфире самый мистический проект страны экстрасенсы-детективы. И сейчас вы увидите уникальные кадры. Жительница Житомирской области зафиксировала у себя дома проявление чего-то паранормального. Я просматриваю уже пятый раз. Я понимаю, что очень страшно. Полтергейст в доме пугает и калечит людей. У меня такое ощущение, волосы встают и по спине холод. Среди ночи я просыпаюсь от того, что я чувствую, что кто-то стоит за мной. Он хотел меня убить. Шокирующее расследование. Экстрасенсы достали все скелеты из шкафа этой женщины. Подожди, а что у тебя здесь? Кровь, как жижа какая-то. Тут кого-то зарезали. Это орудие убийства. Ты всех обманула. Хватит врать. Это мой грел. Редакция проекта «Экстрасенсы-детективы» получила видеозапись из Бердичева. Молодая женщина домашней камерой зафиксировала в своей квартире паранормальное явление, напугавшее ее до смерти. Смотри. Раз. Раз. Смотри. Нормально? Я вообще в шоке. Разворачивается стул. Яне 35 лет. Работает администратором в ресторане. Живет в трехкомнатной квартире вместе с двумя сыновьями, которых воспитывает сама. А в последнее время просто умирает от страха в своем доме. Началось с того, что начали стучать мне в дверь. Я открываю дверь, никого нет. Первым присутствие потустороннего гостя почувствовал младший сын Яны, трехлетний Илья. Ты уже проснулся, начал кричать, там дядя. Говорю, Илюш, тебе показалось. Далее начали происходить странные вещи. Начинает ехать машинка. Все. Она так еще не тихо едет, а нормально. Я сразу посмотрела, что пульт лежал на шкафу. Яна не могла понять, как сама по себе могла поехать детская машинка на дистанционном управлении. Высовывая оттуда батарейки. Меня снесла ничего. У меня такой страх. А спустя несколько дней зловещую силу почувствовал на себе и старший сын Яны, 12-летний Артур. Пошел на кухню пить воды и вижу в зеркале силуэт. У нас в баре, там силуэт мужчины, именно полностью, от ног до головы. И вдруг прямо на глазах у мальчика в серванте треснуло стекло. Оно же могло, что-то могло случиться с ребенком. Повредило бы ребенка. А затем и сама Яна увидела то, что преследовало ее детей. Среди ночи я просыпаюсь от того, что я чувствую, что кто-то стоит за мной. Я открыла глаза, я видела лицо мужчины вот до такой степени страх, когда тебя оставили с покойником наедине. То, что произошло дальше, едва не стоило Яне жизни. Пересиливая страх, она встала с кровати и пошла к шкафу за церковной свечой, чтобы помолиться. И вдруг, будто кто-то сорвал верхнюю дверцу шкафа и бросил прямо на нее. Хотела открыть шкаф. Падает дверь, она упала мне по носу, ударила. Крылоское ощущение, прям фонтаном кровь. Боль, страх. Да, я не могла долго времени выйти на улицу, потому что синяки пошли, но так дверь тоже тяжелая очень. Потустороннюю силу в квартире чувствуют не только ее жители. Подруги Яны уже боятся приходить к ней в гости. Мы сидели, общались, пили кофе. Услышали шорохи, словно кто-то ходит. И у меня сразу началась паника. Мне было очень страшно. Вообще, когда я к ней прихожу домой, у меня такое ощущение, мои волосы стоят, и по спине холод. Вот такой прям леденящий холод по спине был. Очень страшно. И такое ощущение, что на тебя что-то давит. Яна установила в квартире камеру. Вдруг удастся что-то зафиксировать. Яна живет в этой квартире с детства, но в последнее время они чувствуют себя защищенной в родном доме. Она в отчаянии умоляет экстрасенсов разобраться со зловещей силой, которая сживает со свету ее семью. Мне очень нужна помощь. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы, чтобы я была спокойна с детей, чтобы я спокойно жила в своем доме. Просто не знаю, чем дальше. Это невозможно здесь жить вообще. А накануне расследования экстрасенсов Яна прислала нам еще одно видео. И когда мы его просматривали, были просто поражены тем, что зафиксировала камера. Посмотрите сами. По комнате, где сидит Яна и ее соседка, двигается какая-то тень. Это просто шок. Мы сразу же позвонили постоянным экспертам нашего проекта, сильнейшим ясновидцам страны Алене Куриловой и Хаялу Аликперову. И попросили их срочно приехать в редакцию и поработать с этой видеозаписью. Стоп! Алена Алена это какой-то мертвый мужчина. Я чувствую, что он что-то ищет. Есть какая-то тайна, связанная с его смертью. Это точно. Я хочу настроиться на энергетику квартиры и поработать. Алена, мне сейчас пришло видение. В комнате эта женщина Яна, а рядом с ней я вижу отрезанную голову, мужскую. Так подожди, голова из твоего видения и того, кого мы здесь видим, мертвый мужчина, это один и тот же человек? Я пока не могу сказать. Неужели это Яна кого-то убила? А есть ее фото? Аял, вижу четкую картину. Три женщины сидят вот так друг напротив друга, как треугольник. Раз, два, три. Вот так набрасывают на голову, как платки какие-то и передают из рук в руки какой-то предмет, небольшой, похожий на деревянный, вот как статуэтку или что-то такое, и весь обмотанный, перемотанный, какие-то веревки, нитки, узлы. Это похоже на какой-то ритуал, но как это касается Яны? Так она одна из трех, одна из троих этих женщин. Поехали, нужно с ней поработать. Отрезанная голова, странный ритуал с участием Яны. Что означают эти видения? Спустя два часа, экстрасенсы в Бердичеве. Яна уже ждет их возле своего дома. Добрый день. Здравствуйте, я очень благодарна вам, что вы приехали, очень, очень благодарна. Меня зовут Яна, у меня происходят такие вещи дома, передвигаются, мебель. Я очень боюсь за двоих детей за своих. Мои дети, мне, пожалуйста, я уже не могу ни спать ночами, ни жить вообще. Кто-то там живет, у меня дом. Когда мы с Аленой просматривали видео из вашей квартиры, мы почувствовали, что та тень, которая двигается там за вами, это дух какого-то мужчины. Я чувствую, я видела, я видела его над кроватью своей. Я молюсь, я зажигаю свечи, я как угодно делаю все, что могу. И этот мертвый мужчина как-то к вам привязан. Кто это? Мы можем пройти в вашу квартиру, чтобы вызвать дух этого мужчины. Возможно, он скажет нам, чего хочет. Конечно, можно, конечно. А не надо никуда идти. Подождите, тихо, тихо. Вот, мертвый мужик. Я сразу подумала, что там эта сущность, которая живет в моем доме. Прямо возле дома Яны я увидела дух мужчины. Он был жуткий такой. Я тогда еще подумала, что, возможно, этот дух приходит не только к Яне, а изводит всех жителей этого дома. Он весь в крови побитый, одежда разорвана, кости торчат. Удар сильный был. Что-то на скорости ехало. Но смерть странная. А зачем ты пришел? Кто тебя звал? Кто? А зачем ты его звала? О ком, говорит ясновидеце? И кто эта женщина, к которой она обращается? Я увидела свою одноклассницу. Я еще в каком шоке? Я... Я... Это слабосказано, в шоке. Выяснилось, и она с детства знает эту женщину. Так неужели она здесь не случайна и как-то причастна к тому, что происходит в доме подруги? Как тебя зовут? Лена. Лена, он тебя не любил называть. Он тебя Аленой называл. Алена он не называл. Кто это? Папа. Что это за авария была страшная? Отквостопа. Но зачем дочь вызывает дух своего покойного отца? А он пытался вас убить. Ужас. Неужели это дух отца Елены охотится на дочь и ее подругу Яну? О чем говорит экстрасенс? Я сейчас вижу, как ваш отец держит вас над какой-то пропастью. Он хотел меня убить. Родной отец? Это просто не укладывается в голове. Почему отец пытался убить свою дочь? Это было в детстве. От того, что рассказала эта женщина волосы дыбом. Выяснилось, что отец вынес дочь на балкон их квартиры на шестом этаже и собирался бросить ее вниз. Мама вышла вовремя и она увидела, что он меня хочет бросить с высоты. Это он живет в этом доме. Подождите, нужно разобраться. я чувствую, это не первый случай, когда отец пытался вас убить. Мама мне в детстве рассказывала, что когда мне было где-то полтора годика, когда никого не было, он хотел головой ударить об что-то. Он бросал меня. я на минуту не могла оставить ребенка самого. Надо было все время мне присутствовать с ней. Я хочу сказать, человек таким был не всегда. Это детство, это посаженный ребеночек на коленочки, моя Аленочка, Аленочка. Посадил меня на колени и сказал, что у нас все будет хорошо. Ну вот Алена вот это она увидела, да. Нормальный был. Но что случилось с отцом Елены? Почему он чуть не стал убийцей? И как это касается того, что происходит в доме ее подруги? Что вы чувствуете? Я чувствую, что этот мужчина видел очень много смертей и сам был в шаге от смерти. Я сейчас вижу вашего отца. Он словно падает в пропасть. Падал вертолет. Он все время был в боевых действиях. На вылете был. Оказалось, отец Елены был военнослужащим. И в составе советских войск несколько лет воевал в Афганистане. Вертолет падал. Их подбили. Вот пока они падали, он маме так рассказывал, что они уже там сидели, кто молился, кто хрестился. Он выжил, когда не было шанса. В той страшной аварии погибли друзья отца Елены. Прямо у него на глазах. Я чувствую, после этого случая он словно сошел с ума. Вашего отца мучило чувство вины. Его товарищи погибли, а он выжил. Люди, которые каждый день видят смерть, кровь, сами убивают, часто их психика не выдерживает этого ужаса. он не попал под поезд. Он сам бросился. Он вот так стоял и просто вот так шагнул туда и боком прям падает. Он постоянно маме говорил, что он хочет быть с теми ребятами, которые погибли там. Я думал, дух отца Елены ходит с какой-то незавершенной миссией. Но он ушел из жизни, чтобы ее завершить. Это не его дух живет в квартире Яны, и он никому не желает зла. Почему ты его зовешь? Почему ты его не отпускаешь? Не знаю, может, я не хочу жить. И в те моменты, когда ты не хочешь жить, ты его зовешь? Подожди, он тебе что-то хочет сказать, моя Аленка. Он моляет, отпусти меня, поживи за меня и за себя, слышишь, моя Аленка. Но если это не покойный отец подруги, тогда чей дух поселился в квартире Яны и пытается свести сосвету ее и детей. А вашего отца Яна тоже нет среди живых? Его нету, да, он шел. Моя священная книга говорит, что у вас с ним были серьезные конфликты. Да, потому я хотела жить по-своему, он держал обиду за это. У Яны всегда были непростые отношения с отцом, а в последнее время они стали как чужие. Я говорю, пап, давай обнимайся. Яна говорит, как ты меня уже достал. Мне больно, я же ничего плохого не делала. Конечно, обида и боль. Хаял, ты думаешь о том, что это дух ее отца приходит и выживает с ее дома и с этого света? Дух вашего отца сейчас здесь. Он попросил меня обнять вас, Яна, потому что не сделал этого перед смертью. Я почувствовала такое тепло, тепло родного человека, когда я его обнимала. Мне хотелось еще раз обнять, отдать эту любовь, которую я где-то не додала своему отцу. Я сделала расклад карт. Вот это тяжелая болезнь. Это был инсульт? Да. Он боялся быть немощным. он боялся быть беспомощным. Так и было да. Он не хотел быть слабым. Ваш отец, как настоящий мужчина, не хотел быть обузой для дочери. Это его и заставляло быть грубым с вами. На самом деле, отец Яны не желал своей дочери зла и пришел не для того, чтобы угрожать. Он просто хотел ее обнять и просил простить его за то, что обижал свою девочку. Если это не дух отца, то какая же сила преследует эту несчастную женщину и ее детей в собственном доме? Хаял, что ты там увидел? Хаял Олекперов, не говоря ни слова, стремительно идет в подъезд, где живет Яна. Все за ним. Я не знала бежать туда или нет, я боялась туда бежать. Куда Хаял пошел? Я увидел здесь дух какого-то мужчины. Осторожно. Он агрессивный. С подоконника упали вазоны с цветами. Что здесь происходит? Экстрасенс видит духа, который преследует Яну и ее детей? Но кто он? Тссс. Хаял. Ходи его. Он говорит в моем доме. А где твой дом? Господи спаси сохраняю. Это мой дом. Вы там живете? Я там живу, да. разрешите войти. Да конечно, заходите, конечно. Заходите. Я тогда уже понял, что голову именно этого мужчины, дух которого появился в подъезде, мне показали в видении перед расследованием. В комнате Яна. А рядом с ней я вижу отрезанную голову. Мужскую. Неужели его убили в квартире Яны, и она как-то причастна к этому? Странно, но сейчас мои джины показывают мне какое-то кольцо. Только я не понимаю, как оно касается этого мужчины без головы. Алена, что с тобой? Почитайте, почитайте. Он плохо? Я когда зашла в квартиру, у меня аж ноги подкосились. Мне пришло видение. В центре комнаты лежит обезглавленный мужчина. Я была практически уверена, тут произошло зверское убийство. это сгустки крови. Понимаешь, я вижу кровь. Алена, присядь. От увиденного Алена Курилова едва держится на ногах. Что же произошло в этой квартире? Кто отрубил голову мужчине, о котором говорят экстрасенсы? И при чем здесь Яна? Почему дух к ней приходит? дайте водичку, пожалуйста. Держите водичку. Хаял, что ты видишь? Я сейчас вижу эту комнату, но в ней нет потолка, видно небо. Вижу подъемный кран, идет стройка. Здесь мужчина в строительной каске. Наклонился, что-то делает возле стены. Со строительного крана что-то срывается. Очень тяжелое, похоже на бетонную плиту. Плита? Какая-то плита? Да. И я вижу, как она падает ему на шею и отрезает голову. Какой ужас. Это случилось прямо на этом месте. Когда была стройка, убила здесь мужчину. Был несчастный случай во время стройки этого дома. Мужчине оторвало голову. Было такое. На третьем этаже он погиб. Когда плиты сюда завозились на строительство этого дома, при разгрузке упала просто плита, оборвалась плита. Неужели дух погибшего строителя приходит к Яне и ее детям? Но зачем ему преследовать женщину? Ведь она не причастна к его смерти? Ну вот он как хозяин. Почему строитель чувствует себя хозяином? Почему он хозяин в этой квартире? Я поняла, что он мне хочет сказать. Это мой дом. Я собирался здесь жить. Понимаешь, это раньше вот были как МЖК называли. Этот дом был МЖК. Они строили как бы для себя и потом семьи сюда заселялись. В советские времена, когда квартиры не покупались и не продавались, существовала такая социальная программа МЖК. Молодежный жилищный комплекс. Люди своими руками строили дом и получали в нем от государства квартиры. Этот мужик чувствовал себя здесь хозяином, потому что должен был вселиться сюда по окончанию стройки. В квартиру, в которой он так страшно умер. Хаял Аликперов неожиданно выходит из комнаты. Работает у входной двери. Что чувствует на этом месте экстрасенс? Это он живет здесь? Яна, послушайте, я не вижу этого духа в вашей квартире. Он почему-то не может переступить порог. А вы приглашали священника, когда сюда въехали? Мама говорила, звала священника, и он освещал эту квартиру. Яна из армянской семьи, которая много поколений жила в Азербайджане. 30 лет назад им пришлось покинуть страну, потому что там начались военные действия. В один миг они потеряли все. Дом, родину, возможность ухаживать за могилами предков. Я родилась в Азербайджане, в Баку. Мы переезжали, там была война, там убивали людей. Квартиру в Бердичеве, где сейчас живет Яна, ее родители получили как беженцы. Но соседи рассказали им, что долгое время помещение пустовало, люди боялись там жить. Именно поэтому родители Яны пригласили священника осветить жилье. Много лет все было спокойно, пока здесь не начали происходить странные вещи, которые угрожают жизни Яны и ее детей. Дух мужчины без головы пугал всех, кто заселялся в квартиру, к которой он был привязан. Но после того, как родители Яны осветили помещение, он не мог сюда войти и бродил по подъезду. Этот мужчина не может войти в вашу квартиру, но его нужно отпустить. Я проведу в подъезде ритуал, чтобы он ушел из этого дома навсегда. Получается, погибший строитель ни при чем? Тогда чей дух свирепствует в этой квартире? И почему от него не защищает освещение? Квартиру освещали от силы, которая на тот момент была в доме. А дух мужчины, который вредит Яне, появился здесь не так давно. И привязан он не к помещению, а к самой женщине. Я решила посмотреть на картах Яныну жизнь. Может быть, ответ в ее прошлом? Чем и кому она могла так насолить? Карта смерти. Я уже чувствую, что приближается. Настолько уже тяжело стало мне жить в этом доме. Я не могу спать. Я просыпаюсь не в своем доме. Я не могу здесь ничего делать. Влюбленные? Карта влюбленные? Странно. Почему за смертью падает карта влюбленных? Карты говорили о каком-то любовном обмане, связанном со смертью. Но я тогда не могла понять, о чем речь. карта женщины. Женщину, которая что-то в руках. Что-то ты взяла в руки. Подожди. Ты подклад нашла? Да, начну. Хаял, здесь был подклад. Подклад на смерть. то, что вы нашли, как-то связано с огнем. Скручены три свечи под три свечи, сожженный крест, выжженный на бане. Кто желает вашей смерти? Я сейчас слышу ссору. Между вами какой-то женщиной. Это кто-то из вашей семьи, Яна. Я так не хочу, чтобы это была правда. Мне что-то разговаривали. Моя священная книга говорит ссора из-за квартиры. Скажи, пожалуйста, что за женщина кровная имеет имущественные претензии, возможно, к этой квартире? Только моя сестра. Когда-то в этой квартире жила большая семья. Бабушка, родители и трое детей. Бабушка и отец Яны умерли. Брат с мамой несколько лет назад переехали жить в Америку. Сестра Элона вышла замуж и, по словам Яны, недовольна, что родительский дом достался не ей. Чтобы избавиться от человека, достаточно к подкладу привязать дух умершего, который будет мучить, изводить и пытаться убить. Вопрос, могла ли Яна на сестра прибегнуть к магии? Хаял, поедем к сестре. Я не хочу это верить, но правда есть правда. Это очень тяжело, но давайте к ней поедем. Едем. Яна позвонила Элоне, которая тоже живет в Бердичеве. И женщина согласилась на встречу с экстрасенсами, несмотря на то, что с сестрой почти не общается. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Элона зовут. Добрый день. Послушайте, что мы к вам пришли? Проблема есть в том, что по раскладам, по картам, потому что вижу я, видит Хаял, у вас был какой-то имущественный конфликт. Ссоры, ссоры у нас были, да. Мы так сидели, говорю, почему бы не продать квартиру и не обвинять, там, я в двухкомнатной, и сестра в двухкомнатной. Это все, что было? Мы были как враги. Сестры никак не могли прийти к согласию. Элона с мужем и двумя детьми ютится в однокомнатной квартире и имеет полное право на часть родительской. Но ведь и Яну можно понять. Ей жаль продавать квартиру, в которой живет с детства. К тому же маме будет куда вернуться, если в Америке жизнь не сложится. Словом, сестры так поссорились из-за квартиры, что даже видеть друг друга не могли. Я почти год с ней не разговаривала вообще. Нет. Ну как, конечно, мы иногда созваниваемся, я спрашиваю, как дети. Она иногда звонит и спрашивает раз в два месяца, как твои дети. Но причастна ли Илона к тому, что происходит с ее сестрой? Значит, в доме найден подклад насмерть. Этот подклад сделан чьими руками? Ответ женскими. Проверяй. Держите. Второй рукой накрывайте. Делали ли эти руки этот подклад? Нет. Скажу честно, я была немножко в шоке, что моя сестра могла подумать, что я не могу что-то сделать. Но, извините, мы пришли проверить эту версию. Моя священная книга говорит, что эта женщина не желает вашей смерти. Все вздохнули с облегчением, когда экстрасенсы сказали, что старшая сестра не имеет отношения к смертельному подкладу. Особенно рада Яна. Мне как камень из души. Я очень боялась этого. Очень не хотела, чтобы не сделала моя сестра. И вообще вы не должны враждовать. вы же сестры. Вы должны поддерживать друг друга. Конечно, вы что? Это моя сестра. Какой... Боже мой, вы что? Похоже, сестры давно ждали случая забыть все обиды и, наконец-то, помириться. Я ей никогда в жизни вреда не сделаю. Никогда. И ты меня прости, если я сделала, тебе когда-то было плохо. Я сама иногда думаю, мы родные сестры, у нас тут никого больше нет. Наши дети, мы родные. И мы вот так, как сказать, враждуем. я думаю, мы станем ближе с сестрой. Прости. Я ее, она меня. И будем жить как раньше в общении. Алена, нам было бы намного легче узнать, кто сделал подклад, если бы мы могли хотя бы посмотреть на него. А что ты с ним сделала вообще? Ничего, он лежит. Я не знаю, что с ним делать. У тебя он в квартире? В квартире у меня. Слушай, ты вообще нормальная? Быстрее в вашу квартиру. Мы с Аленой даже подумать не могли, что Яна не уничтожила подклад, не выбросила и не сожгла. Как можно держать дома такую вещь? Ух ты! Ух ты, как красивенько! Как красивенько! Моя священная книга говорит, причина в ребенке. Эта магия направлена на смерть ваших детей. Неужели дети этой женщины обречены? И все паранормальные явления в этой квартире происходят из-за того, что какая-то сила хочет забрать на тот свет ее сыновей. Но почему? Не дай, Господи, нам надо разобраться, нам надо понять. Я вас умоляю, разберитесь, помогите мне, я. Потому что дети – это все, что у меня есть. жизнью. Скажи мне, пожалуйста, ты хоронила ребенка? Одного – да. Это настоящий шок. Что все это означает? Когда я ходила в положении, у меня была двойня. У меня произошел выкидыш. Я потеряла первого ребеночка, Илюша у меня остался. Тяжело пережила. Плакала, днями, ночами не могла не выйти на работу, ничего. Плакала, постоянно плакала. Я не могла понять, почему мне идет карта смерти ребенка. Это чудо, что их было двое у тебя. Вот этот подклад уже одного забрал. А где ты это нашла? В сумке в спальне. А сколько лет эта сумка стояла, не пользуясь? Ой, года три. Яна вспоминает, последний раз носила ту сумку еще до рождения младшего сына. Яна, моя священная книга говорит, что это сделала женщина, которая не могла иметь детей. Она перебросила на вас свою судьбу. И тут я поняла, откуда у Яны взялся этот сверток со свечками. Ведь в моей жизни уже был похожий случай. У меня моя подруга приходит ко мне, это было лет, наверное, десять назад, и говорит, Алена, посмотри, я с этой сумкой съездила в метро, я приехала домой, открыла, там было вот так, платок, в платке завязаны три свечи, точно такой же крест, выкопанный из воска. То есть сумка была открыта, и кто-то в транспорте подбросил этот подклад? Когда человек не может выносить детей, мать не может родить ребенка, она обращается к черной бабке. Черная бабка ей говорит, сделай так, деточка, найди молодую, красивую такую девку и всунь ей это в сумку. Тебе это подброшено. Ты это принесла из транспорта. Однако к мужчине, который приходит в ваш дом, этот подклад не имеет никакого отношения. Хоть подклад уже сработал, но все равно от него надо избавиться. Я запечатала его воском с моей намоленной свечи. А Яна его на десятый день отнесет на любое кладбище и выбросит его в бак для мусора. Но кто поселился в квартире Яны? Чей дух? И за что угрожает женщине и ее детям? Алена, у меня такое чувство, что он где-то рядом. Глаза закрой. Кто ты и почему ты умер? Невероятно. Прямо у нас на глазах открывается дверца шкафа. Что это означает? Дух мужчины, которого экстрасенсы заметили на видеозаписи и которого постоянно чувствуют в квартире Яна и ее дети. Он сейчас здесь? Это какая-то подсказка. Что там? Здесь что-то есть. Это орудие убийства. Этот предмет несет смерть. Все замерли от удивления. Этим действительно можно проткнуть насквозь. Яна почему-то отмалчивается. Неужели она кого-то убила этим странным предметом? Но зачем тогда оставила в доме такую страшную улику? Алена, это ритуальная вещь. Она заговоренная. Что все это означает? Эта женщина проводила какой-то магический ритуал? Сейчас я слышу какие-то странные слова. Подождите. Это же мой язык. Это же азербайджанское проклятие. Отмотаю одиночество от себя и привяжу его к тебе. Это проклятие на вдовство. Кошмар. Но кто кого проклял? Откуда у Яны эта вещь? И что это вообще такое? А что это? Веретено. Я еще говорю маме, мама, откуда у нас эта вещь? Она говорит, это бабульный. Выяснилось, это веретено бабушка привезла с собой из Азербайджана. Она никогда с ней не расставалась? Никогда. Она всегда с нами без города в город переезжала. Из страны в страну. Яна никак не могла понять, зачем бабушке эта старая вещь. Никогда не видела, чтобы она этой вещью пользовалась. На вопросы внучки старушка отвечала, что это подарок. И он дорог ей как память. После смерти бабушки мама, а теперь Яна, хранили веретено как старинную вещь. Но женщина и подумать не могла, что на нем какое-то проклятие. Скажи, бабушка осталась вдовой? Да. Мама осталась вдовой? Да. Ты осталась вдовой? Да. Невероятно, но эта женщина тоже вдова. Такая молодая. Выяснилось, четыре года назад Яна потеряла любимого мужа. Я вижу дорогу. Ваш муж погиб на дороге? Да. Дороги он разбился. Мы должны были с ним видеться. Как было его имя, скажи мне? Он Алдис. Муж Яны из Литвы. В Украине занимался бизнесом. Они познакомились в компании общих друзей. Женщина вспоминает, что это была любовь с первого взгляда. Но счастье продолжалось недолго. Через пять лет после свадьбы Алдис погиб в автомобильной аварии на трассе Киев-Одесса. Не справился с управлением. Для Яны его гибель стала страшным ударом. Это моя любовь была. Он растворялся в тебе. И у него какое-то, знаешь, было к тебе такое чувство. Это принцесса, которой я даже не достоин. Такой очень светлый был человек хороший. Очень светлый. Он меня очень любил. Очень любил. Очень любил. Это же не его сын первый. Он старший. Он же тебя с сыном принял и он сказал мой пацан, да? Да, он хотел его усыновить. Отец старшего сына Яны был ее первой любовью, но отношения с ним не сложились. Долгое время женщина оставалась одна и, наконец-то, встретила мужчину, который сделал ее счастливой. Алдис обожал свою жену. Алена, вспомни свое видение перед расследованием. Три женщины передают из рук в руки какой-то предмет, вот как статуэтку или что-то такое. Три женщины. Это бабушка, мама и Яна, которые стали вдовами. А статуэтка, это же и было проклятое веретено. Они не знали, что предмет несет смерть. Кто его в руках подержал, тот мужа терял. Эта вещь убивает мужчин. Сделала женщина. Черноволосая. Нет ее в живых. Моя священная книга говорит мне, что это проклятое веретено подарила вашей бабушке в день ее свадьбы какая-то женщина. Она наложила заклятие, поскольку испытывала очень сильную ненависть к вашей бабушке из-за ревности к мужчине. Где-то там вспомнила, что когда-то, когда еще была в Бенкове, был такой разговор. То ли это была сестра бабушки, то ли было такое, что какой-то между ними был из-за мужчины конфликт. Из-за мужчины. Помню. Веретено проклятое подарила. От этой штуки у них мужчины в семье рано умирают. Оставляют жену домами. Но чей дух приходит в эту квартиру и угрожает Яне и ее детям? Когда я пыталась узнать, кто из мертвых приходит в этот дом, я спросила, кто ты и почему ты умер? Открывается вот этот шкаф. И он показывает на веретено, почему ты умер. Понимаешь? Потом мы выяснили, что проклятое веретено погубило троих мужчин из Яныной семьи. Ее деда, отца и мужа. То есть Яну преследует кто-то из них. Алена, а помнишь, когда мы перед расследованием заметили на видео, снятом в этой комнате, дух какого-то мужчины? Ты сказала, что он что-то ищет. А что он ищет? Знаешь, что он здесь ищет? Мои джины показывали мне этот предмет, а я не понял, почему. Странно, но мои джины мне кольцо показывают. А сейчас они показывают, как мужчина, который искал кольцо, надевают его вам, Яна, на палец. К вам приходит дух вашего мужа. Он меня очень любил. Почему он злой из-за кольца? Невероятно. Дух, который преследует Яну и ее детей, любимый муж? Как такое возможно? Почему он желает смерти жене, а тем более родному сыну? И причем здесь обручальное кольцо. Моя хорошая, послушай меня внимательно. Тот дух, который преследует тебя, он на меня не реагирует так, как на тебя. Поэтому позовем его вдвоем. Я готова к этому. Я готова к тому, чтобы все в моем доме прекратилось. Так, глазки закрыли. Моими словами, моими речами, моими свечами, моими молитвами от имени Матери Божьего Христа, Спасителя, Пантелеймона, Целителя, Годника, Георгия, Победоносца. Держись. Ой. Держи сна. Ужас. Что происходит? Яна упала, потеряв сознание. Все в панике. Хаял, свечу. Свечу поджигай. Вот. Уйди. Уйди, больше никогда не приходи. Не могу, Господи, уйди. С помощью экстрасенсов Яна, к счастью, приходит в себя. Такое ощущение было, как будто бы на меня что-то, ну, как объяснить, темнота, 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 что так, просто будто бы одеялком на меня. И все, меня трусились руки, помню. Дух вашего мужа сейчас здесь. Он не собирается уходить. Он стал еще агрессивнее. Он говорит, ты обманула. Его обманула. Ну и ну. О каком обмане говорит экстрасенс? Чем Яна вызвала такой гнев у покойного мужа? Он сильно рассержен. Посмотрите на люстру. Он говорит, ты мне изменила. Илья не мой сын, а ты всех обманываешь. Говори, что это мой ребенок. Так Яна, которая еще пять минут назад говорила о неземной любви, изменяла своему мужу? Ты была беременна, не от него, будучи замужем. Я знаю, что я не поступила неправильно по отношению к нему. Я этого не отрицаю. Это ваша свадебная фотография? Фотография не просто так упала со стены. Это дух сбросил ее. Он дал знак, что не хочет быть вашим мужем. Как только Яна стала говорить об измене, я сразу вспомнила свой расклад. Любовный обман, связанный со смертью. Она обманывала мужа, а он узнал это только на том свете. Почему за смертью падает карта влюбленного? Странно. Муж Яны почти не бывал дома. Его бизнес требовал постоянных командировок. Женщина часто оставалась одна и сильно скучала по любимому. Он просто занимался, у него был такой бизнес, меня много не устраивало. Жить так было невыносимо. И Яна даже начала подумывать о разводе. С другим мужчиной встретилась всего один раз и считает это минутной слабостью. Это не была любовь. Это не была любовь. Только совершив ошибку, Яна поняла, как сильно любит своего мужа. Со временем узнала, что беременна. Хотела все рассказать Алдису, но не успела. Он погиб. А я верил, что это мой сын. А я только на том свете узнал, что это не мой сын. Яна, ты записала отцом своего мужа? Да. Но я же в браке была. Он ненавидит вас из-за этого обмана и хочет забрать обручальное кольцо, которое подарил вам. Но его он найти не может. Помните, на вас упала дверца шкафа? Это его дух искал кольцо. Где оно, кстати? Было обручальное кольцо, но у меня его нет уже. Мне пришлось его продать. Вам? Да. Вы так привыкли к безграничной любви своего мужа, что даже не подумали, как ему будет больно. Я знаю, это глупость. Это моя ошибка. Я знаю. Это мой грех. Я знаю. Я знаю. Я не отрицаю этого. Конечно же, это предательство. Когда ты хочешь с человеком построить жизнь. Я чувствую, чтобы отомстить вам, он хочет забрать вашего младшего сына. Он сказал, назвала моим, ну пусть моим и будет. Я вижу, как он его хватает за ножки и тянет. У него ноги болят. У него каждую ночь почти ноги болят. Он просыпается, плачет. Мама, у меня ножки болят. Что мне сделать? Я сделаю все. Все, что надо. Все. Вы должны попросить прощения у него. Мы сейчас будем читать молитвы, а вы говорите, что у вас на душе, и смотрите ему в глаза. Возьмите фото мужа. Как ты его называла? Алекс. Алекс. Алекс, прости меня. Прости меня за все. Прости за ошибки, за предательство. Ты же любил меня. Вот насколько ты меня сильно любил. Я прошу тебя, настолько же уйди. Оставь меня с детьми в покое. Я умоляю тебя. Прости меня. Я тебя очень прошу. Прости. Прости, но помню о тебе. Помню. Он сегодня все услышал, что здесь происходило. Он услышал твои искренние слезы. Когда я разговаривала с Элгисом, сначала такая сильная тревога, такая боль. Я понимаю, что я не права. Такое, знаешь, я как будто бы искупаю вот эти свои ошибки. Вот то, что я сделаю, я это осознаю. Такое предчувствие, что вот он стоит плотно у меня за спиной. То есть ты однозначно знаешь, что ты говоришь с ним. Чтобы он больше сюда не приходил, вы должны купить обручальное кольцо и отнести его на могилу мужа. То, что мертвые просят, надо дать. Я принесу тебе. Отдаю тебе слово, что я принесу. А проклятое веретено, чтобы оно больше никому не навредило, нужно вернуть бабушке. Отнесите его ей на могилу. И закопай погоду. Я буду молиться за вас и за ваших детей. Я счастлива. Я счастлива, что это все закончится. Я все сделаю так, как сказано. Все сделаю правильно. Я хочу жить. Я хочу радоваться. Я хочу воспитывать детей. Я хочу улыбаться, просыпаться в своем доме с радостью, засыпать в любви. В эфире премьера нового сезона проекта «Экстрасенсы-детективы». Невероятные расследования. Сегодня в программе. Таинственный призрак пытается затянуть женщину в мир мертвых. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста. Причиной того, что с ней происходит, была любовь. Потусторонняя сила, которая преследует, связана с убийством из ревности. На что способна женщина ради невероятной любви? Я его действительно очень сильно любила. Очень любила. Тут в яме молодая девушка. А у меня она словно лежит в хрустальном гробу. Господи, ее живую засыпают землей. Я вижу, как вы наклоняетесь над ней. Что это, Оля? У Ольги Тамкевича из Днепропетровской области есть прекрасная традиция. Каждое воскресенье собирать за завтраком всю семью. Мать семейства обожала такие утра. Пока три месяца назад одно из них не превратилось в кошмар. Открывается калитка. Виталик, мой брат, забегает во двор. Глаза перепуганные. Вопрос брата, кто у вас умер, всех удивил. Но то, что мужчина сказал дальше, семью просто ошеломило. Почему у вас возле двора венки стоят? Какие венки? Обычные, говорит, венки. Это был шок. Ольга с мужем вышли за ворота и не поверили своим глазам. Смотрим, вот здесь круглый венок стоял с цветочками. И лента на нем была такая черная. Корзина с цветами, она вот здесь так, рядышком. В ней были три желтые розы. Помню просто, как сейчас это все. Когда рассмотрели венки, ужаснулись. Они были все в земле, а черная лента давно выцвела. Это просто настоящий кошмар. Ну, не каждый день ты это увидишь из себя под двором. Передать словами просто не могу. Ольга в слезах побежала расспрашивать соседей. Но люди не видели, кто и когда принес венки. По словам женщины, врагов у семьи нет. Ни с кем из односельчан они не ссорились. Кому это надо было? Просто прийти, их принести, поставить. Это среди ночи. Я понятия не имела, кто это может даже сделать. Вообще, я была в шоке. Страшную находку решили немедля уничтожить. Муж сжег эти венки, взял их на вилы и все спалил. Казалось бы, подклад ликвидировали. Все должно быть нормально. Но с тех пор жизнь семьи перевернулась с ног на голову. Когда несчастная женщина говорит об этом, начинает плакать. Я сама в эту мистику никогда раньше не верила. То, что пошло после венков, это вообще-то... Это страшно. Ольга говорит, что с тех пор словно вся нечисть с кладбища переселилась в их дом. Я уже не знаю, что можно сделать человеку хуже. В доме сами по себе начали открываться двери. Даже треснуло и разбилось стекло в окне. Ночью во дворе раздается жуткий стон, от которого кровь стынет в жилах. А самое страшное, что за жителями дома словно кто-то постоянно наблюдает, чем доводит их до настоящих истерик. Такое было ощущение жуткое во дворе, что на тебя кто-то смотрит. И вой с собак во дворе. Каждый вечер вой с собак. А вскоре в доме начала появляться какая-то зловещая тень. Сын Ольги, 19-летний Виталий, теперь даже боится приходить к маме в гости. Старший сын тоже, он со двора выходил, он видел тень. Ольга и ее родные просто сходят с ума от страха. А больше всех напугана 12-летняя младшая дочь Наташа. У девочки дрожит голос при одном лишь воспоминании об этом кошмаре. Я когда засыпала, слышала, как кто-то ходит по дому, как человек идет. Муж у меня на хлебозаводе работает, и он по ночам развозит хлеб. Его ночью дома нет. И вот бывает она, ма, ма, ты что не слышишь? Ма, там в зале кто-то ходит. Жутко в доме находиться. Никогда у меня такого страха не было, как сейчас я боюсь. Ольга и ее семья в панике. Они уверены, что нечисть, поселившаяся в их доме, несет смертельную опасность. Ведь однажды вечером, когда мама зашла в комнату дочери поцеловать ее на ночь, с потолка вдруг сорвалась тяжелая люстра и разбилась рядом с кроватью девочки. Еще чуть-чуть Наташу прибила бы, не дай бог. Ольга уверена, это была совсем не случайность. Она считает, что все связано с подброшенными венками. А дочь за миг до происшествия почувствовала в своей комнате чье-то присутствие. Такое чувство, что за тобой кто-то стоит. И будто холод по спине. А самое страшное, что на следующее утро мама не смогла разбудить Наташу. Проспала больше суток непробудным сном. Я на нее холодную воду лила, била ее ладошками по щекам, приводила ее в сознание. Нет, никаких реакций не было. Только то, что берешь ребенка за руку, она холодная. Поступили в больницу, у нее была температура 35,5. Врачам с трудом удалось привести Наташу в чувство. Странно, но обследование показало, что ребенок абсолютно здоров. И медики предположили, что девочка находилась в предкоматозном состоянии из-за сильного испуга. Больше всего мама боится, что в следующий раз зловещая сила заберет у нее дочь. И не дай бог это все еще раз пережить. Я, наверное, не переживу. Меня в холодный пот бросает. До сих пор. С тех пор, как в доме появилась зловещая потусторонняя сила, и у самой Ольги резко ухудшилось здоровье. По ночам у нее начались сильные приступы удушья. Такое ощущение, что кто-то на тебя сверху сел и давит. Ольга обратилась к врачам. Приговор медиков шокировал семью. У нее обнаружили опухоль щитовидной железы. И эта опухоль в любой момент могла ее задушить. Назначили срочную операцию. Боялась. Не так за свою жизнь я боялась, я боялась оставить детей. Я говорю, делайте мне все, что хотите, только верните. Я говорю, мать, я молила Бога только о детях, не о семье. К счастью, операция была успешной. Ольга прошла реабилитацию и вернулась домой. Однако женщина уверена, ее болезнь тоже связана с могильными венками, которые кто-то принес под их ворота. И сейчас она больше всего боится, что нечисть, которая не дает им жить, уничтожит всю семью. Экстрасенсы ее единственная надежда. Я очень сильно прошу, чтобы они приехали и они помогли. Я смерти не боюсь. Детей потеряю. Дети для меня все. На помощь семье выехали постоянные эксперты проекта, сильнейшие экстрасенсы страны, харьковская ведьма Жанна Шулакова и цыганская ясновидица Рубина Цибульская. Утром перед расследованием они обсуждают свои первые ощущения. Ты знаешь, я настраивала вчера на Ольгу и мне на сон пришла моя мама. И она пришла не одна. Она пришла с какой-то маленькой девочкой лет десяти. Эта девочка как-то связана с Ольгой? Не знаю. А она тебе знакома? Я ее впервые видела. Может, один из венков был с могилы этой девочки? И таким образом ее дух привязали к дому Ольги. Ты знаешь, эта девочка была какая-то странная. шел холод как отмертный. Но она была как живая. Но как? Как такое возможно? Я сама удивлена. Ты знаешь, мне еще мама сказала помочь? Но я не знаю, чем и как. Чтобы понять, кто желает зла этой семье и какая сила их преследует, Жанна Шулакова делает расклад. Всему виной безумная любовь, которая привела к убийству. Убийству? Да. Шок. О каком убийстве идет речь? И при чем здесь Ольга и ее семья? Зеркало мне показывает вырытую яму. И в этой яме лежит молодая девушка. Такая... и ты знаешь, у нее ноги завязаны чем-то. Ой-ой-ой. Кверху подняты. Знаешь, как от страха. Она шея такие красивые, бусы у нее голубые. Подходит к ним и пытается снять с нее эти бусы. Так это Оля снимает эти украшения. Как, Ольга? А что это за девушка с бусами? Все исчезло. Картинка исчезла. Нет ничего. Смотри, карты говорят, что эта девушка мертва. Она была беременна и ее закопали живьем. Какой кошмар. Кто может решиться на убийство беременной? И кто эта неизвестная мертвая девочка, которую нужно спасти? И главное, при чем здесь семья Ольги? Спустя некоторое время экстрасенсы уже в 80 километрах от Днепра, в поселке, где живет Ольга. Женщину пришли поддержать родные и соседи. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас очень сильно прошу о помощи. Помогите, пожалуйста. Сюда подкинули венки ко двору. После того времени я очень сильно люблю своих детей. Пожалуйста, помогите, пожалуйста. Господи. Ольга, мы сделали какое-то сложное, чтобы вам помочь. Смотрю, поработаю. Зеркало мне показывает, что вас предупреждали об этих венках. Как будто бы сон кому-то был. до младшей дочки приснилось о такой веночке. Это невероятно, но за неделю до того, как семья нашла у себя под воротами подклад, Наташа видела это в своем сне. Странно, но карты говорили, что через дочь Ольгу пыталась предупредить какая-то сила. Но кто это был? И какая смертоносная нечисть пытается сжить семью соцветом? Могильные венки это очень похоже на порчу. И вот скажите, кому это надо было? Был ли приведен какой-то ритуал для того, чтобы привязать им какого-то духа? Ритуал, ритуал, а мы можем поработать во дворе? Да, проходите, пожалуйста. Когда мы вошли, я сразу почувствовала во дворе Ольги какую-то странную энергетику. Живую и мертвую одновременно. Но я не могла понять, откуда она идет. В тот момент я словила на себе чей-то холодный и страшный взгляд. Я не понимала, это не честь что выслеживает себе жертву. Странно, но Ольга говорит, что и она чувствует сейчас нечто похожее. Такое ощущение, что что-то у меня за спиной ощущение. Вдруг я услышала какой-то детский голос тихонько позвал. Мама, но в этот момент мое внимание оттекла Жанна. Стул дайте. Что там такое? Я не знаю. Ольга шокирована страшной находкой. Мало того, что могильные венки под ворота подбросили, так еще и змеиную кожу кто-то спрятал прямо на территории дома. Ощущение жути, жуть. На прямую столкнуться с этим это очень просто страшно. Порч, это порч. Господи, кому это все надо? Я не знаю, кому я могла что-то сделать плохое или еще что-то. Это атрибут для ритуала. Кто-то проводил ритуал. В одном из расследований у нас уже была такая ситуация, когда к змеиной коже привязали смертоносную потустороннюю силу. Возможно, это похожий случай. А это с венками связано как-то? Сейчас я посмотрю. Ритуал проводил человек, который имеет магические способности. Это мужчина молодой, где-то приблизительно вашего возраста. И он имеет отношение к этому дому. Он жил тут раньше. Это кто? Леша. Здесь я жил. На него у нас говорили типа как шаман. Невероятно. Получается, в этом доме до семьи Ольги жил мужчина, который занимался магией? Вечно ходил в каком-то черном балахне. Говорили, что он занимается какой-то черной магией. Я вижу, что он почему-то срочно решил уехать с этого дома. Он уехал куда-то. Мы у его отца купили дом этот. А ты знаешь, что, Жанна, а не мог ли он после того, когда уехал, вызвать духа, который до сих пор... Посмотри, что у меня выходит. Это не черный ритуал. Нет. Человек с помощью этого обряда делал оберег для дома. Такой ритуал проводят раз в году, когда змеи меняют кожу. Но оберег давно потерял свою силу. Во всяком случае, магические действия бывшего владельца дома не имели отношения к нечисти, которая преследует семью Ольги. Однако у меня выпадает, что венки четко связаны с этим парнем. Я вижу, к нему обратились две сестры, не из этих мест. Просили помощи от какой-то смертельной опасности. Он сделал все, что мог. Но этого было мало. Со временем смерть вернулась в их дом. И тогда эти женщины подумали, что мужчина их обдурил. Эти женщины принесли венки в могил своих умерших родственников, но сестры не знали, что он больше не живет. Он уже уехал, его на то время уже не было. У меня упал камень с души, потому что не мне их принесли, не моей семье. Карты говорили, что к венкам никакой дух не привязан. К тому же Ольга с мужем вовремя их обезвредили. Но тогда какая сила приходит в этот дом? Откуда она взялась и почему преследует семью? Странно, но венки принесли чужие люди. Но я вижу, что вы тоже подозревали каких-то двух женщин, молодых, и они хорошо вам знакомы. Да, вот когда нам венки принесли, и нам посоветовали обратиться к бабке. Когда она начала работать с мужем, она полностью описала его меньшую одну дочку от первого брака. Полностью. Выяснилось, что до встречи с Ольгой мужчина был женат и воспитывал двух дочек. Сейчас они уже взрослые. То есть вы считали, что это дочки принесли? Да. Им было за что мстить вам? Подождите, у меня выходит, что отношения у вас были еще до того, как он развелся. Да. У него жена его, первая, Лена покойная, сильно выпивала. И жизни у него с семьей как таковой не было. И мужчина в какой-то момент начал делиться своей болью с Олей, которая жила на соседней улице. На тот момент ее первый брак уже давно распался, и она тоже воспитывала двоих детей одна. Со временем Евгений влюбился. Я его начала прогонять, этого Женю нет, он все равно настаивал на том, что я уйду от семьи. Спустя некоторое время пара все-таки сошлась. Они начали жить вместе, поженились. Вскоре родилась Наташа, но Ольга заботилась и о дочках своего мужа, которые тогда были школьницами, ведь их мама ими не занималась. Его дочки в основном проводили время у нас. Ольга не верила, что патчерицы могли принести ей венки, но Ворожка настолько убедительно описывала одну из девушек, что Ольга не знала, чему и верить. Поэтому она благодарна экстрасенсам за то, что развеяли ее подозрения. Дочки не желали зла, а вот их мамочка возможно. Посмотрите, у меня выходит, что вас преследует призрак. Призрак женский. Так бывшая жена вашего мужа, она мертвая, вижу огонь. Да, она загорела. Ужас какой. Оказалось, что через несколько лет после развода бывшая жена погибла в пожаре, который случился в ее доме. Возгорание произошло якобы из-за неисправной проводки. Дочек спасло то, что они тогда были у подружки. Я вижу, после того, как ее муж бросил, она приходила к вам с какими-то угрозами. Слышу фразу, ты еще пожалеешь, что с ним связалась. Она говорила такое? Да, это были ее слова, это было сказано прилюдно. Она еще была прижизненного зла. Она может и после смерти мстить. Чтобы понять, дух ли первой жены приходит к Ольге, нам нужно было поработать на месте и смерти. Мы отправились к горевшему дому. Я вообще была шокирована, как открылись оборота, потому что там им надо потрудиться их открыть. А что они? Честное слово. Вы видели? Да, да. Как они открылись, ты видела? И вдруг Рубина Цибульская замерла. Куда она так внимательно смотрит? Мама! Дух моей мамы пришел. И с ней опять эта девочка шрамом на шее. Вот именно когда открылись оборота, тень была какая-то возле ворот. Я в шоке просто-напросто. Почему уже второй раз покойная мама цыганской ясновидицы приводит какую-то странную девочку со шрамом? И как все это касается Ольги? Мама опять говорит об этой девочке, что она не сможет выбраться. А что это за девочка? Это точно твоя знакомая? Мама на вас показывает, Оля. Она говорит, что вы знаете этого ребенка. Ей 9-10 лет. Русые волосы, темные глаза, худенькая такая. И на шее шрам, как пореза ножом. Клянусь, не знаю, какая это девочка, вот честное слово. Какой ребенок? Не умер у вас где-то в селе? 9-10 лет, а нет. Господи. Странно. Дом моей мамы и девочки исчезли. Пойдемте, нам нужно продолжать расследование. Спустя 5 минут экстрасенсы с Ольгой на месте, где погибла первая жена ее мужа. От дома осталось лишь пепелище. Да, вон, стены только так, немножко видно. Я вижу, как она просыпается. Вокруг очень много дыма. Есть огонь. Она боится, она ползет к окну. Да, там ее нашли, да. Судмедэксперт так и сказал, что она ползла. Эта женщина умерла не от того, что она сгорела, а от того, что она задохнула. Мы прибежали, мы выбили окно, оттуда пламя. Горело все везде. Она вот, она была, вот она была. Ужасный огонь не стал вам войти в дом. Оля, вы чувствуете вину за ее смерть. Я перед ней сильно виновата. Может, если бы не я, семья была бы, понимаете? Ну, какой бы она ни была, она мать детям, она ему была женой. Конечно. Ольга корит себя. Но ее вины здесь нет. Когда, когда они с мужем начали встречаться, у него с женой уже ничего общего не было. И развод был делом времени. Однако, причиной того, что происходит с Ольгой, была любовь. Неужели это действительно погибшая в пожаре женщина с того света мстит соперница? Я вижу, что она она не держит на вас зла. Она приходит к вам только во снах. Да, было. Мне снится, будто бы она меня берет за руку, улыбается и говорит, Ольга, все будет хорошо. Наоборот, она благодарит за то, что вы присматривали. Вы не разделяли детей на своих и чужих. Все они одинаковые. Детей делить, я считаю, это неправильно. Вы хорошо это знаете, как это, когда твои дети никому не нужны. Да. Как тяжело с двумя детьми находиться одной, когда тебя никто не поймет. Ольга до сих пор со слезами вспоминает первый брак. Говорит, никогда бы не поверила, что они с мужем разойдутся. Ведь были безумно влюблены друг в друга. Из роддома забирал. Это, ну, вообще, это что он там на асфальте писал. Олечка, солнышко, спасибо за сыночка. На него можно было положиться в самую тяжелую минуту. А потом, я не знаю, человека этого, как будто бы кто-то взял и поменял. Вообще, вот это вот, ну, то ли из-за наркоты. Ольга и сегодня не понимает, почему ее любящий и заботливый муж вдруг начал употреблять наркотики. Под их действием мужчина стал настолько агрессивным, что позволял себе поднимать на жену руку. А она каждый раз умоляла его остановиться. Я его очень сильно просила. Я перед ним на колени становилась. И в этот момент мне пришло видение. Беременная женщина. Лица я ее не рассмотрела. И она кому-то открывает двери. А за дверью человек, который пришел ее убивать. Я не поняла, я Олю вижу или кого-то другого. Ваш первый муж пытался вас убить? Да. Беременную вас хотела? Я была беременна. Он до меня, он чуть не убил. Сделал петлю. О, Боже. Пытался повесить вас? Зато же я хотела от него уйти. От смерти Ольгу спасла соседка, которая прибежала на крики и вовремя перерезала веревку. Эта любовь чуть не принесла смерть. Если бы он таким не был, клянусь, я без него бы жила. Я бы за другого в жизни бы не пошла. Я его действительно очень сильно любила. Очень любила. Но эта история Ольги была не последним кошмаром, о котором мы узнали во время расследования. Что за женский дух пытается вас затянуть на тот свет? Нужно возвращаться к вашему дому. Туда, куда постоянно приходит этот дух. Смотри, потусторонняя сила, которая преследует, связана с убийством из ревности. Из ревности, говоришь? Грохот такой был, как будто бы что-то действительно такое сильное упало. Там кто-то есть? А звук отсюда шел, да? Да. Что это за звук такой был? Я вообще, конечно, я до сих пор не могу разобраться, что здесь могло упасть. Кто-то из потустороннего мира как будто хотел обратить на себя внимание. Но тут за забором я заметила какую-то тень. Пошла за ней. А дальше ужас. Я увидела на полу чье-то тело. Рубина, что там? Я вижу здесь яму. В ней лежит мертвая девушка. Молодая. Ей лет 17. Шок. Неужели здесь действительно закопали живьем какую-то девушку? Оля, я вижу, как вы наклоняетесь на ней. Что вы с ней сделали? Мы ее откопали. То есть? Сейчас я объясню. Моему мужу приспичило посадить виноград. Он нанял молодого человека Борю, чтобы он копал и выкопал под виноград вот эти ямы. Он копает, а я в доме. Когда он меня заносит в дом, говорит, на, посмотри, что это? Это череп. Ой, мама дорогая. Ну, это все полностью здесь ее тело. Полностью все все здесь кости. Да, мы откопали тело женщины. На шее были бусы у нее. Но кто эта покойница? Если ее действительно закопали живой, то какой изверг совершил такую страшную расправу? И когда это случилось? Перед расследованием я тебе рассказывала утром мое видение. Это не могила. не аж. Вот так. Вот именно вот так. Смотри, ты говоришь. Моги до колена были замотаны проволокой. Боже. А у меня она словно лежит в хрустальном гробу. Она была подбитым стеклом. Ужас. Я не знаю чего и как это можно было сделать. Я позвонила в милицию тогда, я сообщила. Когда мы ее раскопали, все вот это, я говорю, может, кого-то убили. А сюда в огород принесли, зарыли, закопали. В телефонном режиме сказали, что не было ни пропажи, не было ни похищения человека. Они пробили по базе, посмотрели там, ну что там. То есть они даже не приезжали посмотреть? Даже не приезжали смотреть. Невероятно. Семья у себя на огороде нашла человеческие останки. Вполне возможно, что кого-то убили, а правоохранители даже не захотели разобраться, что здесь произошло. Когда приехал наш участковый, он просто посмотрел на это, говорит, очень давнее, это говорит, никакого отношения к милиции. Говорит, вызывайте батюшку. В голове не укладывается. Что хотите, то и делайте с останками. Я в шоке. Я отстаю, же я не могу успокоиться. Я говорю, объясните, пожалуйста, отчего у нее ноги в проволоке замотаны. Но мне на этот вопрос никто ничего не сказал. И что вы сделали с костями? Мы вызвали батюшку, мы ее схоронили. Может, вот эта покойница и является тем духом? Который преследует вашу семью. Ну, если это она, я просто не знаю, что мы ей могли такого сделать, зачем меня так? И тем более мою семью, моих детей. В моей практике уже был случай, когда женщина раскопала скелет мужчины у себя во дворе. Выяснилось, что это был бывший владелец дома. И когда его потревожили, он начал выгонять ее семью со своей территории. Жанна, а погибшая девушка действительно жила на этой территории? Зеркало мне показывает, что ее дом был вот там. Выяснилось, что во дворе Ольги остались руины старого здания. Похоже, это остатки пристройки. Я вижу, что здесь был когда-то очень большой дом. Молодая красавица была как будто бы панночкой. Вы знаете, кто здесь жил? За вот этот дом бабушка покойная рассказывала. Я узнавала, я спрашивала. Там жили богатый, в общем, какой-то человек зажиточный, в общем. У него было две дочки. Мне выпала карта смертельной погони. Перед смертью эта девушка будто от кого-то убегала. Ее хотели убить из-за любимого и ребенка, которого она должна была родить. Она была беременна, когда ее убили. Оказывается, она была еще и в положении беременная. Я в шоке, просто в шоке. И вас же пытались убить, когда вы были беременны. Может быть, это как-то связано? Духи убитых людей бывают очень агрессивными. Неужели эта покойница несет угрозу вашей семье? А где вы ее похоронили? Там, где батюшка нам место показал. В лесочке, в общем, там. Я хочу поработать с ней. Я хочу точно знать, она это или нет. А что, на кладбище нельзя быть человеком? Батюшка запретил, сказал, может, это самоубийца, так как он думал. Самоубийца и с связанными ногами похоронена заживо под битым стеклом? Как она сама себя закопала? Господи, помилуй. Но вот как вообще можно было убить молодую беременную женщину? Как? Она полюбила не того парня. Она полюбила не того. Того, кого выбрали родители, видишь? Да. Простого парня полюбила. Простого парня. Этот мужчина, он бедный. Карта бедности. И это запретная любовь была. Да, бабушка рассказывала, что там родители были сильно против. И в скором времени она исчезла? Да. А где она делась, бабушка даже не знает. Запрещенная любовь. За это ее и убили. родной отец убил свою дочь. Так убийца отец? Никто из местных жителей не знал погибшую девушку, но услышанное не оставляет их равнодушными. Убить свою дочь, как это можно было, какие бы не были, я считаю, времена, вот так поступить своей кровью. Но я чувствую, эта девушка вас не беспокоит. она вам благодарна за то, что вы помогли ей обрести покой. Вы же не просто похоронили, я вижу, что ее отпевали. Да, батюшка отпел полностью. Вы сделали все возможное для человека, она очень благодарна. Ты знаешь, Ольга, от нее, от ее смерти свет здесь. Я видение в своем видела, как вы будто бы снимаете гусы. ходит и пытается снять эти бусы. Это Ольга. Когда мы ее раскопали, у нее там были бусы такого нежно-голубого такого, бирюзового, можно сказать, цвета. Бусинка тяжелая. Когда вы вытришь тряпкой, она аж переливается в листе на солнце. То есть вы своими руками брали? Да, пособирали все до единой бусинки, все к ней туда вложили. К ее могиле? Да. Вы прикасались к вещам, которые излучают энергетику смерти, убийства. Гусы были на шее убиты. Именно поэтому область шеи у вас и пострадала. Да, у меня нету одной стороны щитовидной железы. Мне делали операцию. Прикасаться к таким вещам, да еще и с голыми руками, но это не покойница вас преследует. Кто же это так со мной? Слышишь? Что происходит? Шаги. смотри. Что там, Жанна? Эта девушка здесь. Дух из этой могилы? Да. Она зовет. Она хочет помочь? Она покажет тебе от чего ты страдаешь. Идем. Куда ты туда? За экстрасенсами идут местные жители, которые целый день находились рядом. Мы долго шли за духом убитой девушки. И наконец-то покойница остановилась возле какого-то дома. Она сказала, что именно отсюда пришел призрак, который преследует Ольгу. И исчезла. Но чей это дом? Похоже, в нем никто не живет. Отсюда идет будто холод. господи, то, что я сейчас вижу в зеркале, это просто ужас. Мне показывают девушку лет двадцати. Она жила в этом доме, ее жестоко убили. Какой ужас. Эту девушку очень много раз ударили ножом. Да, ее зарезали. Ольга говорит, что Татьяна младшая сестра ее первого мужа. Они были близкими подругами. Но в 2009 21-летнюю женщину зверски убили. Ночью в ее же доме нанесли более 70 ударов ножом. И вы знаете, что я четко чувствую? Жанна, ее убили беременной? Да. Боже, ты мой. Смотрите далее в программе. Кто убил молодую беременную женщину? И при чем здесь Ольга? Всему виной безумная любовь, которая привела к убийству. Я чувствовала, что рядом с нами был человек, который обвинял себя в ее смерти. Не пропустите! Экстрасенсы сделают шокирующее открытие и раскроют тайну девочки с того света. Я снова вижу девочку с шрамом на шее. От нее шел хор как отмертый. Но она была как живая. Я знаю, кто вас преследует, Оля. вы смотрите новый сезон проекта «Экстрасенсы детективы». Невероятные расследования. Ясновидецы Жанна Шулакова и Рубина Цибульская в Днепропетровской области. Выясняют, какой зловещий призрак поселился в доме Ольги Тамкевич и пытается уничтожить ее семью. Мама троих детей чудом не потеряла младшую дочь и чуть не погибла сама. Я смертью не боюсь. Детей потеряю. Дети для меня все. Потусторонняя сила, которая преследует, связана с убийством из ревности. Ощущения привели экстрасенсов к какому-то дому, который уже много лет стоит пустой. Мне показывают девушку лет 20. ее жестоко убили. Да, ее зарезали. Оказалось, что экстрасенсы почувствовали смерть Олиной родственницы Татьяны. Ее убили беременной. Да. 8 месяцев беременности это не то, что шок был, это ужас. Я реально не знала, как переживу это расследование. Ольгу беременной чуть не повесили, а эту несчастную били ножом. Она защищала живот. У нее все руки были порезаны, потому что она защищалась. Татьяну убили после полуночи. Ее муж был в отъезде. По словам местных жителей, криков никто не слышал. Утром мертвую женщину нашла ее мама, которая живет на соседней улице. Она принесла беременной дочери молоко. Там все было залито кровью. Я кричала, я ничего больше не видела. человек посидел перед смертью. От ужаса и боли. Татьяна, ее когда хоронили, у нее волосы были седые на голове. Там это вообще жуть. Зеркало мне показывает симпатичную молодую девушку. Светлые волосы, голубые глаза. Какой-то ангел. Именно она убийца Тань. Сидит в тюрьме Инна. Она светловолосая, голубые глаза у нее. Приехали из Днепр Милиция была с собакой. Приезжали, собака привела прям к отбору до Инны. Инна жила в этом же поселке с маленькой дочкой и мужем. Женщина выглядела очень юной и милой. И никто не мог поверить, что она на такое способна. Однако экспертиза обнаружила на ее вещах кровь убитой. Инну приговорили к 14 годам заключения. Ну как вообще могла совершить такое изведство? На картах выпадает, что она убивала из ревности. Она словно обезумела. Она боится того, что делает. И все равно делает. Всему виной безумная любовь, которая привела к убийству. Как оказалось, по селу действительно ходили слухи, что Инна приревновала своего мужа к Татьяне. И в тот вечер пришла с ней разобраться. Инна постучалась, она открыла. Она, наверное, не думала, что такое будет. Зарезать, убить. Вот это мотив, это что? Это ревность? Я даже не знаю, как это назвать. Это озверел человек или я не знаю. Но я чувствую, что между Таней и Инной мужем ничего не было. Их что-то связывало, но не роман, а работа. До беременности Татьяна работала в ремонтно-строительной бригаде вместе с мужем Инны. Они как знакомые, могли остановиться, поговорить, но ничего более. А Инна это увидела и решила, что ее муж изменяет. И даже, что Таня может быть беременна от него. Таня, она вообще, ну, я не знаю, за нее действительно, ну, и плохого никто не может сказать. Она могла общаться, могла улыбаться человеку. Она постоянно своей. Человек, который убивал, был словно одержим этой любовью, понимаешь? Она была одержима своим мужем. Откуда вам может быть такая жестокость? Карты говорили, что Инна была агрессивной и жестокой. И все из-за своего детства, поскольку была лишена родительской любви и заботы. Поэтому очень боялась потерять единственного человека, который ее любил, своего мужа. По словам местных жителей, родители Инны с детства ей не занимались. До поздней ночи девочка могла одна блуждать по селу, словно была совсем никому не нужна. Подождите, зеркало мне показывает какого-то малыша, совсем крошечного, в его глазах страх. Маленький ребенок, это сын Татьяны. Да, Максим, да. Кошмар. Выяснилось, что вместе с мамой в момент убийства в доме был и ее полуторагодовалый сын. Господи, маленький мальчик все видел. Боже, бедный ребенок. Он провел всю ночь рядом с убитой мамой. Когда утром мать нашла истерзанную дочь, она даже боялась посмотреть, что с внуком. Он головку поднял так в кроватке. Думаю, живой, живой ребенок. И больше я ничего уже не помню. Я не могла понять, неужели дух Таню преследует Ольгу? Зачем ей убивать семью? У меня сразу может я чем-то виноватая перед Таней. В голове разные мысли начала вспоминать. Может какая-то моя вина. Я чувствовала, что рядом с нами был человек, который очень любил Таню и обвинял себя в ее смерти. Вот там. Я ее сестра Настя. Младшая. Младшая. Почему ты считаешь себя виноватой? Потому что я не осталась с ними. Настя говорит, что помогала сестре с ребенком и часто оставалась у нее ночевать. Она считает, что если бы в ту ночь была рядом, возможно Татьяна осталась жива. Сколько тебе тогда было, когда это случилось? Сколько? Мне было всего 13 лет. Боже. Ты считаешь, что ты защитила бы? Ты понимаешь, что ты бы тоже погибла. Никогда себя не обвиняй. Понимаешь? Никогда. Я постоянно думаю, за что ее так убили? Она была хорошим человеком. Чтобы выяснить, действительно ли именно дух убитой Тани беспокоит Ольгу, я решила настроиться на нее через ее сестру. это не Татьяна. Татьяна к Ольге не приходит. Кто же тогда с этого дома привязан к вам? Мой прошла. И рядом с ней девочка со шрамом. Маленькая говорит, меня зовут Майя. Майя. Это ее дух преследует вас. Оля. Майя. Похоже, сестра убитая, в отличие от Ольги, знает, о ком идет речь. Она хотела девочку Майей назвать. Оказывается, Татьяна была беременна девочкой и уже выбрала для нее это красивое имя. Мертвой Майя, она ведь лет 9-10. Подожди, сколько лет назад было это убийство? 10, да? 10? 10. 10. Вы представляете, этот дух Таниной дочки приходит. О, господи. Зачем она ко мне приходит? Тот кошмар, который я увидела, я никогда не забуду. Боже, какой ужас. Живот режут, режут живот. Она бьет ножом в ребенка. Боже мой. Ужас какой, господи. Мы не понимали, о чем говорит экстрасенс, но то, что дальше узнали от Ольги, нас просто шокировало. Расчренили ее, вытащили ребенка, и потом ребенку либо четыре, либо пять ножевых, в общем, там и в шее, и по телу ножевые вот эти ранения были. Лежит ребенок в крови. И как клубочек возле нее. Вот почему я вижу шрам на шее. Татьяну с дочкой, которую она так и не увидела, хоронили всем селом. Люди до сих пор помнят эту страшную трагедию. Она еще не родилась, а ее уже убили, ты понимаешь? Первый вдох, он последний. Для этого ребенка это такой шок. Я чувствую, в этом и есть ответ. Души людей, которые в момент смерти переживают сильный шок, с этой девочкой именно так и произошло. от нее шел холод, как отмертый, но она была как живая. Не то, что за живое взяла, меня аж внутри все перевернулось. Она ходит и ищет маму. Она приходила к вам. Домой. Да, я чувствовала. В дом не раз залетала ласточка. Это была невинная душа ребенка. А знаете, почему она с вами не осталась? Она очень пугает братика. Ведь он ее боится, он ее видит. Сына Татьяны, который 10 лет назад чудом остался жив, воспитывают мама и сестра убитой. Его отец умер, когда мальчик был еще совсем маленьким. Вы когда-нибудь замечали, что ваш племянник застывает? Да. Сейчас мальчику 12, и по словам родных, он действительно говорил, что его пугает кто-то невидимый. А затем дух погибшей девочки пришел к Ольге. Она давала знаки, чтобы ее почувствовали. Ну вот бывало такое, услышишь там как будто бы ну мам, кто-то тебя зовет. Дух маленькой Майи приходит в Олендон не для того, чтобы убивать. Она просто ищет маму. Ребенок просто не знает, что его родная мать в другом мире. Но кто же тогда несет угрозу семье Ольги? К сожалению, именно эта маленькая девочка и несет опасность. Она не навредить приходит, понимаешь? Но она с собой приносит мертвую энергетику. Помогите, пожалуйста. Я боюсь за своих детей. Я не за себя. Я готова свою жизнь отдать ради них, лишь бы они жили. Ребенка нужно отпустить к маме. Пожалуйста, принесите наши ритуальные вещи, свечи и намоленный песок. Я сделала защитный круг из намоленного песка. Мое зеркало было портало. И вместе с духом моей мамы мы должны были девочку отправить на тот свет. Мама явка мадарик у Могина манга. Я разговаривала с мамой, держа в ладонях ее руки, как делала это в детстве. Дух девочки тот. Скажите ей, что она должна уйти. Вас она услышит и прислушается. Девочка, пожалуйста, будь с мамой своей. И меня отпусти, пожалуйста, отпусти. Майя, солнце, я же не твоя мама. Пожалуйста, отпусти меня. Не мучай меня, пожалуйста. Я дальше говорить ничего не смогла, потому что у меня внутри как будто бы что-то оборвалось. Аж будто бы мое что-то отошло от меня. Мама, отведи Майю в Ашмид, чтобы она была вместе со своей мамой Татьяной. И тут я увидела, как маленькая Майя вместе с моей мамой растворялись в воздухе. Они ушли, девочка и моя мама. С Майей все будет хорошо. Она теперь с мамой. Когда вы будете туда смотреть, вы будете знать, что и одна, и другая где-то вот там. И им уже хорошо вдвоем. Спасибо вам большое. Честное слово. все будет хорошо. спасибо. Нам намного легче просто сделалась. Спасибо большое. Дом ужасов в небольшом селе Запорожской области. Неизвестная мистическая сила держит в страхе всю семью и хочет отобрать жизнь маленькой девочки. Проснулась ночью от того, что меня что-то давит. У меня на плече как будто что-то сидит. Господи, спаси с охреней подъем. Боже, Боже, какой ужас. Ой, мама дорогая, а как же тут жить? Я пытаюсь установить связь с духами. Необходимо, чтобы вы вывели отсюда ребенка. Это очень опасно. Что там произошло? Упала дверь. Я думаю, что это знак. Слышу голос, который говорит, зря вы сюда приехали. И что-то мне идет цифра 13. Вот четко идет цифра 13. Чертова дюжина. Небольшое село Долинское в Запорожской области раскинулось на берегах речки Бабурка. Казалось бы, здесь, в 20 километрах от колыбели казачества города Запорожья, можно спокойно жить, наслаждаясь чудесными пейзажами. Однако, местная жительница Ирина Липанина считает иначе. Она утверждает, что всю ее семью хочет убить родной дом. Вот тебя что-то давит, ты даже не можешь открыть глаза и просыпаешься от ужаса. Прижимает, придавливает, не можешь не пошевелиться, не дышать. До мурашек на коже боится своего дома и Валентина, мать Ирины. Меня душило. Вот так поворачиваюсь, а оно так раз, как навалится, и полностью как парализованно лежишь, не пошевелиться, ни слова сказать, ничего. Странные явления повторяются каждую ночь. От страха Ирина и Валентина уже выплакали столько слез, что эмоций почти не осталось. Когда особенно находишься один, то как-то присутствие чего-то, кого-то не как-бы-то за тобой что-то кто-то ходит. Ну, как-бы может там что-то шуршать, в окно может что-то постучать само по себе. Но больше всего Ирина переживает за свою маленькую дочь. В этом когда-то дочка начала отступать назад, плакать и говорит не надо. Я говорю Ева, что не надо? Она говорит там дядя. Ну, вот она начала плакать и спугалась. Сейчас маленькая Ева на все вопросы о том, что именно она видит, отвечать боится. Уже трижды дом Липаниных выгорал почти полностью. Первый раз был пожар, второй раз он сгорел вообще. Когда-то в этом доме жила большая семья. Ирина, ее старшие брат и сестра и родители Валентина и Роман. Но после очередного пожара дом даже не ремонтировали, поскольку находиться в нем всем очень страшно. Такое ощущение, что там кто-то есть. Вот я когда особенно вечером захожу, я смотрю туда вот так с опаской и быстренько стараюсь вообще от той двери отойти. Я даже вот днем, когда приду, боюсь находиться в доме одна. Если кто-то со мной, я еще могу, Валентина с мужем поселились во временном строении рядом со злосчастным домом. Старшие дочь и сын тоже выехали отсюда. А младшая Ирина уже несколько лет снимает квартиру в Запорожье. Живет там вместе с маленькой дочерью Евой. Находиться в родном доме для семьи настоящий ад. Просто сколько смотрю по программе, я бы хотела, чтобы все-таки помогли разобраться, сказали, что у нас вообще с этим домом не так. Разобраться в этом мистическом деле сразу согласился один из сильнейших ясновидцев. Дважды победитель, а теперь и судья проекта «Битва экстрасенсов в Украине», постоянный эксперт программы «Экстрасенсы ведут расследование», ясновидец из Азербайджана Хаял Алекперов. Он происходит из рода пророка Мухаммеда. Видит вещи и сны, в которых ангелы и пророки открывают ему тайные знания. При его участии раскрыто более 30 запутанных резонансных дел, уголовных и мистических. Помогать Хаялу Алекперову будет украинская ясновидица, финалистка 13-го сезона битвы София Литвинова, потомственная ведунья из древнего рода славянских магов. Впервые она обнаружила сверхъестественные способности в два года, после того, как чуть не утонула в реке и пережила клиническую смерть. Когда я собирался в Киев, мне приснился странный сон. Я увидел маленького мальчика возле гроба. Он тянул ко мне руки, словно просил о помощи. Но потом в ладонях ребенка появилась петля, а рядом 13 фигур. Это были духи. И такое ощущение, что ребенок притягивает их к себе. А потом я увидел маленькую девочку. За ней стояла темная фигура в черном балахоне и смотрела на ребенка холодными глазами. Это была смерть. казалось еще немного и она схватит малышку своими костлявыми руками. Проснувшись, я понял, что мое видение имеет непосредственное отношение к этой ситуации. Мне пришла цифра 13. Это чертова дюжина. Это число дьявола. Думаю, что нам предстоит иметь дело с чертовщиной. Мы с Хаялом просто обязаны во всем этом разобраться. Неужели смерть действительно устроила охоту на жильцов дома? Чтобы разобраться, экстрасенсы отправились в Долинское. Остановите машину, остановите. Я вижу там человека. Хаял, что случилось? Здесь была девушка, она хотела прыгнуть с моста. Это скорее всего было, но не сейчас. Здесь был дух девушки. Я видел, как она прыгнула вниз, а рядом стояли двое мужчин. Они каким-то образом связаны по крови. Невероятно. Ясновидцы сейчас стоят напротив тринадцатой колонны. Что это? Странное совпадение или все как-то связано с тем, что происходит в доме Лепаниных? Думаю, этот дух показал себя не случайно. Все это имеет какое-то отношение к делу, за которое мы взялись. Я подозреваю, что это связано с нашей историей. Чувствую, что это воронка, это что-то втягивает. Я еще не могу понять, кто. Но мне кажется, когда мы приедем, там на месте мы разберемся. София, у меня перед глазами снова мой сон. Я вижу гроб, а рядом маленький мальчик. Он держит руки вот так, а рядом с ним я вижу тринадцать теней. Похоже, число тринадцать, которое ты чувствуешь, и мой сон как-то связанный между собой. Но как эти видения могут объяснить кошмары в доме Лепаниных? Чтобы разобраться, экстрасенсы возвращаются в машину, и спустя несколько часов они прибывают на место. Там их уже ждет Ирина с дочерью Евой и мамой Валентиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы очень рады, что вы приехали и хотели бы к вам обратиться по такой просьбе. У нас вот дом и в нем что-то странное происходит. Мы боимся в нем находиться, боимся в нем жить. И хотели бы, чтобы вы нам помогли. Я был просто ошеломлен. Передо мной стояла девочка из моего сна. Это дочь Ирины. Я не мог понять, что не так с этим ребенком, и я решил поработать с девочкой. Идем сюда. Я хотел бы немного пообщаться с этим маленьким ангелочком. Я думаю, что нужно просто войти в дом и прочувствовать саму энергетику. София Литвинова решила поработать в мистическом доме. А тем временем Хаял Олегперов быстро нашел общий язык с маленькой Евой. Я чувствую, что эта девочка нездорова. Кажется, это очень редкая болезнь, что-то связано с сердцем. Она родилась преждевременно с помощью кисарево сечения. У нее были множественные робдомиомы в сердце. Робдомиома это доброкачественная опухоль, которая локализуется в основном в толще мышц и в суставах. Чаще всего наблюдается у детей. Робдомиома сердца очень часто приводит к смерти. Ну, когда мы смотрели УЗИ, было пять в сердце и четыре в головном мозгу. Вот почему я видел такой страшный сон с этой девочкой. Ей угрожает опасность. Ребенка необходимо спасать. Я чувствую здесь какую-то темную силу. Рядом с девочкой ходит дух какого-то мужчины. Это просто ужас. Неужели маленькая Ева так тяжело болеет именно из-за этого духа? Так может он причастен и к странным явлениям происходящим в доме? Что выяснила София Литвинова? Господи, спаси, сохрани помилу. Боже, какой ужас. Ой, мама дорогая. Что же не так с этим домом? Почему его энергетика пугает даже экстрасенсов? Такое впечатление знаешь, как будто вот как с потолка течет, как горит. Дом после пожара, дом сгорел. Секундочку. В дому такое впечатление, что сейчас крыша упадет. Такое впечатление, как будто крыша сейчас рухнет. Давит. Присутствие давит и давит. В тот момент я почувствовала, что мое тело как будто онемело. И на меня упала бетонная плита. Я не могла ни крикнуть, ни пошевелиться. Я просто оцепенела от ужаса. Это дом просто кишит потусторонними явлениями. Здесь орудуют недовольные духи. Но я никак не могла понять, чего они добиваются. Я вот лежала на боку и проснулась ночью от того, что меня что-то давит. И я так приоткрыла еле-еле глаза и так падал легкий свет и видно было, как у меня на плече как будто что-то лежит, сидит. И она еще мне говорила отпусти-выпусти мне моим же голосом. Было не один раз такое. Но почему? Какие силы хозяйничают в этом доме? Пугают хозяев и угрожают жизни маленькой Евы? Я сейчас хочу поработать со своими инструментами. Хорошо? Прямо кружится головой, вот такой, как плывет земля. только я не могу еще понять, что это. Даже вставить не хочет. Ой, Боже. Вот я устанавливаю, а у вас не получается. Упала дверь. Ого. А скажите, пожалуйста, когда ее вставили? А она стояла, наверное, месяца 4 уже, как она стоит. Я думаю, что это знаки. Это просто невероятно. Дверь, которая уже несколько месяцев спокойно стояла на своем месте, ни с того, ни с сего упала. Но что это означает? София, что здесь произошло? Там упала дверь. Там какая-то черная сила. Я пытаюсь установить связь с духами. Необходимо, чтобы вы вывели отсюда ребенка. Это очень опасно. Я чувствую здесь много духов. Они словно создают ветер и мешают нам работать. Я четко видел, что духи умерших собрались вокруг нас и делали все, чтобы помешать. Они наотрез отказывались идти на контакт. Я увидел много темных фигур. Среди них был маленький ребенок, который держал в руках петлю. Но когда я пытался установить контакт с этим духом, он сразу выскальзывал, словно играл со мной. От всего этого становится просто жутко. Тут, оказывается, вы строили когда дом, это было как яма, которая постоянно уходила туда водой. Какой-то ливень был, но она стекала куда-то. У нас здесь подвал. Я думала, там уже в подвале, наверное, воды открыла, а он полностью сухой. Но куда-то вода девалась, я понятия не имею. Это, получается, разлом, дом стоит на разломе. Наверное. Он бетонирован, но все равно проваливалось, проваливалось и проваливалось. Получается так. Дом находится именно на какой-то как разлом. Туда все уходит, и цемент, и бетон. Это как открытый полностью портал. На некоторых участках земли существуют так называемые геопатогенные зоны. Они находятся в местах разломов земной коры. В этих участках скапливается негативная энергетика. А потому там чаще всего происходят различные мистические события и открываются порталы в потусторонний мир. Так неужели причина всех странных явлений в особой негативной энергетике этого места? Именно поэтому так болеет маленькая дочь Ирины. В тот момент я почувствовал, что возле нас появился какой-то дух, но он не показывался нам. Лишь чувствовалась его недобрая энергетика. Создавалось впечатление, что он хочет на нас напасть. Ой, мне так плохо, не могу. Ой. Пожалуйста, можно Софии на что-то присесть? Вот там дух, вот там. Что происходит? Какого духа видит экстрасенс? И почему ей стало плохо? Неужели на Софию Литвинову напал дух, о котором говорил Хаял Алекперов? Эта женщина, именно молодая женщина, неполненькая, хрупкая. Может, я чувствую, этого человека нету в живых. Она осталась в молодом возрасте. К молнии на нее светит. Вот тут просто... Это нынешнего моего мужа, вдовца, жену убило током. Это было, да, после дождя. Валентина, по описанию Софии, узнала бывшую жену своего второго мужа Романа. Женщина погибла 15 лет назад от электрического тока. Провод над ее домом оборвался и упал на землю. Несчастная на него наступила и погибла от тяжелых ожогов. Мужчина остался вдовцом, а со временем женился на Валентине. Дух пришел, чтобы спросить, куда вы дели двух девочек? Девочки сейчас находятся в Ольнянском районе, они не захотели с папой жить. Валентина сразу поняла, о ком идет речь. У мужа есть две дочери от первого брака. Сначала она забрала девочек к себе, однако отношения у детей Романа и мачехи не сложились. Патчерицы наотрез отказывались слушать папину жену. Дело в том, что вот этот дух молодой женщины, которая, она, она прямо вот тут стоит. У нее к вам претензия, что вы их обижали. Но я вижу там слезы, я вижу, что там вы разбирались с ними, вы как-то кричали на них. Не состыковка полностью, не ваша состыковка с ними, не их. И почему вы кричали на них? Они меня не слушали, не мыли посуду, не убирали в дому. Я с работы приходила, я ругалась. Как ни старалась Валентина найти общий язык с дочками мужа, ничего не получалось. Поэтому детей взяли к себе родные покойные матери. А потом девочки оказались в детском доме. и я почувствовала, что дух этой женщины негодует о том, что ее детей обидели, обделили любовью и лаской и вниманием. Я видела, как она стояла за спиной Валентины и грозила ей пальцем. Так неужели это дух матери мстит Валентине и всем жителям дома за то, что те не смогли воспитать ее детей? Чтобы разобраться в происходящем, Каял Олегперов решил провести ритуал. Я возьму свои ритуальные вещи. Я прошу вас помочь мне собрать ветки, чтобы разложить костер. Сейчас я хочу, чтобы эта ткань впитала в себя энергетику Валентины. Это поможет узнать, почему духи не дают вам покоя. Что ей от нас надо, этой силе? Посмотрите, здесь виднеется число 13. О! Это чертова дюшина. Это просто невероятно. На ткани действительно видно число 13. Но что это означает? Во время ритуала среди духов, которые нас окружали, я увидел лицо еще одного мужчины. Он очень страшно выглядел. Тело изуродовано, а все лицо в крови. Я почувствовал, что он был мужем Валентины. Мне показывают дорогу. Возле дороги он упал. Валентина Липанина поняла, что речь идет о ее первом муже. Он умер пять лет назад от кровоизлияния в мозг. Приступ случился неподалеку от дома. Он кричит, Валентина! Валентина! Так и было. Он шел, упал, в бордюр ударился, он хотел встать и опять падал. Мне кажется, что отец очень любил вас. И он постоянно вас обнимал. Да, 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 да. А вы младшая, да? Я сама младшая. У Валентины от первого мужа трое детей. Ирина младшая. Она всегда была папиной любимицей. Я чувствую, что ваш отец наоборот пытается вам помогать. Я понял, что этот дух пришел сюда с добрыми намерениями. Он очень любил свою жену и детей. И особенно младшую дочь Ирину. Теперь этот дух оберегает свою семью с того света. Он не причастен к мистическим явлениям в происходящем в доме. И даже наоборот, темная сила, которая пугает жильцов, стала причиной смерти этого мужчины. Ведь проявлять себя она начала еще до его смерти. Я вижу, как на меня смотрит какая-то очень старая женщина. А рядом с ней маленький мальчик. Он тоже дух. Я увидел еще одну маленькую тень. Она была светлой, а за спиной имела крылья, словно у белого голубя. Так выглядят духи новорожденных или очень маленьких детей. Маленький ребенок, может быть, потому, у нас там за домом был дуб, и под дубом я похоронила своего маленького ребеночка. Это просто невероятно. Оказывается, у Валентины был выкидыш. В больницу она так и не обратилась, а мертвого ребенка похоронила вот под этим дубом. Этот ребенок неотпетая душа. Это неотпетая душа. Душа ребенка не была крещенной, и поэтому не была отпетой. Дух не мог обрести покой. Но мы чувствовали, что не он является причиной бед, которые происходили в этом доме. Здесь было что-то другое. Позже нужно будет прочитать молитву на том месте, где похоронили ребенка, чтобы этот дух тоже упокоился. В тот момент я увидела молодую женщину. Она смотрела на Ирину. Явно с претензией. Я не могла понять, в чем дело. Это получается женщина молодая претензия к браку. Это лично к вашему браку, который я вижу, что у вас как оторвано. Вы же как оторвали его. Да-да, София, я тоже это вижу. Ваш муж обманул эту девушку. До того, как жениться на Ирине, ее муж встречался с другой. Так может, эта девушка шлет проклятие на всю семью соперницы из-за утраченной любви. И именно поэтому в их доме происходят такие странные вещи. Когда я сходила с мужем, я знаю, что он до меня жил с девочкой пять лет, и он с ней разошелся. Через месяц с ним познакомились, и вот мы начали строить свои отношения. Мы пересекались уже, я была беременна, но как бы конфликтов у нас не было. Получается, бывшая девушка мужа Ирины не причастна к кошмарам, которые происходят в этом доме. Да и, как выяснилось, начались они значительно раньше, чем Ирина вышла замуж. Так в чем же тогда дело? Где скрывается причина проблем? Я вижу дух мужчины. Ему около шестидесяти. Он стоит возле дороги и зовет меня, говорит, я все расскажу. Я чувствую, что от этого дома зовут куда-то в другой дом. Как будто духи собирают свою дань. И вот все село просто, все село. Сначала в одном доме какие-то пакости, потом пойдет в другой дом, там у них что-то случится, потом идет третий, идет ощущение, что нужно поворачивать вот именно в эту сторону. Пообщавшись с местными жителями, мы были шокированы. Оказывается, странные явления происходят не только в доме Липаниных, страдает все село. Но почему? Я вижу дух мужчины, ему около шестидесяти. Он стоит возле дороги и зовет меня, говорит, я все расскажу. Сначала в одном доме какие-то пакости, потом пойдет в другой дом, там у них что-то случится, потом идет третий, идет ощущение, что нужно поворачивать вот именно в эту сторону. до среди ночи шелчок от того, что свет включился. Мы сначала думали проводка, потом нет, щелкает и включается сам по себе. Потушила свет, ложусь и такое впечатление, что кто-то ходит по дому. Сюда нужно, именно сюда тянет. Вот нужно идти, вот просто нужно сюда идти. Аял! Иди сюда! В поисках мистической силы, которая, как выяснилось, беспокоит все село Долинское, экстрасенсы заходят в дом. Дух мужчины звал нас за собой. Я увидел, как он вошел в этот дом. Добрый день! Здравствуйте! Мы экстрасенсы, ведем расследование. Хаял и София. Светлана Ивановна. Нас позвали хозяева в свой дом, там, где происходит жучащее аномалии. К вашему дому нас позвал дух. Он вошел сюда. Буквально часа два тому назад такой грохот был, что я думала, что там кто-то ходит. Хозяйка Светлана и ее дочь Яна говорят, мистические явления в их доме происходят так часто, что они к этому почти привыкли. Да, вот шорохи, вот тут грюканье и вот с потолка вот как будто бы вот как голоса какие-то вот слышны, вот какие-то вот как будто бы ты находишься где-то там далеко-далеко и где-то улавливаешь вот какие-то голоса женские, мужские, вот что-то вот какой-то разговор идет. Впечатление, что в этом дому как инвалидная коляска, вот я не знаю, вот у меня такое вот ощущение и ну просто сама энергетика пропитана медикаментами. Дочка у меня аж инвалид родилась и внучка инвалид. На камеру хозяйка дома не жалуется на свою беду. Ее дочь больна ДЦП, но несмотря на болезнь Яна мечтала иметь ребенка. Врачи запрещали ей рожать, однако она знала о случаях, когда у людей с ее диагнозом рождаются здоровые дети. К сожалению, девочка родилась больной. И дочка вот у нее инвалид детства, но Света никогда не жаловалась. Я чувствую здесь какие-то силы. Слышу голос, который говорит зря вы сюда приехали. Я уже это заметила и почувствовала. Это просто не укладывается в голове. Получается и в этом доме царят какие-то неизвестные силы. Но откуда они взялись? Да еще и угрожают экстрасенсам. Я хочу обойти все вокруг, поработать с энергетикой Земли. Я чувствую, что нам нужно разделиться. и удастся. И удастся. И удастся. и удастся. И удастся. скрипит, скрипит, стучит, двигается, падает. Вот здесь висела зеркало. Яна когда-то зашла сюда в дом и увидела в таком как мужчина. и удастся. И удастся. и удастся. И удастся. замыкание. Ясновидица и Светлана сразу выбежали из дома. Мы проверили, не возникло ли возгорания. К счастью, нет. Но что это означает? Тем временем Хаял Алекперов работает в другой части дома. Мужчина, который здесь жил, выехал из села несколько лет назад. Поэтому сейчас помещение пустует. Что почувствует экстрасенс? Невероятно. После молитвы экстрасенса без каких-либо причин сама по себе упала рама. Возле нее никого не было. В комнате закрыты окна, поэтому сквозняка, который мог бы сдвинуть ее с места, нет. Как такое возможно? Ведь она стояла здесь неподвижно несколько лет. Хаял! У нас проводка загорела. Все хорошо? Знаете, я пока работал увидел дух мужчины. Он сказал мне, что умер здесь. Этим духом был покойный муж хозяйки дома Светланы. Муж Светланы, Вячеслав, работал в конном театре в Запорожье. Выполнял различные трюки на лошадях и никогда не жаловался на здоровье. Но неожиданно умер в результате сердечного приступа. Женщина с гордостью показывает фото покойного мужа, которого сильно любила. Светлана 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 умер умер именно 13 августа. В гроб положено чужая жизнь. Это как два в одном. Это как один мужчина, и он тянет за собой второго мужчину. А все потому, что он положил в гроб покойника свою личную вещь. Ваш муж на кладбище чьей-то могиле оставил какую-то вещь, что-то похожее на ткань. Он костюм своему брату отдал. Ну, у него 12 августа умер брат двоюродный. И он, как бы, они жили бедно, и тетка попросила что-нибудь с одежды. И он отдал свою, ну, как бы, свой костюм. Ну, не в чем хоронить было. От того, что произошло с мужчиной, волосы становятся дыбом. Он умер в тот самый день, когда хоронили его двоюродного брата. А за день до этого в костюм Вячеслава обредили покойника. Получается, он, 13-го его хоронят, ну, мой не смог пойти туда, так как у него был концерт, и он не смог туда пойти, и в обид ему стало плохо, и он умер. Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина умер от сердечного приступа. Но как такое могло случиться, если Вячеслав был вполне здоровым человеком, занимался конным спортом и никогда не жаловался на сердце. Я вижу как бы кровники между собой, и один из кровников мужчин, он совершает неблагопристойный поступок по отношению к своей крови. То есть это могут быть родные брат и сестра. Славика, двоюродная сестра, 13-го ушла, и вот это сбросилось с плотины, потому что брат, он, ну, как, выпивал сильно, издевался давний. Хорошо помнят об этой трагедии и местные жители. Молодая девушка бросилась с Днепрогесса, где сама трасса идет. Троллейбусы ходят, и она прямо оттуда бросилась. В тот момент я понял, что по дороге в село на мосту я увидел именно эту девушку. Ее дух показал мне свою смерть, но я не мог понять, как это все между собой связано. Оказалось, двоюродная сестра Вячеслава, мужа Светланы, бросилась с моста 13 мая и выбрала для этого именно 13-ю колонну моста. Муж Светланы умер тоже 13-го числа, поэтому экстрасенсы неслучайно чувствуют рог чертовой дюжины. но 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 это означает? Духи делают так, что люди живут бедно, болеют, идет энергетика больных детей, просто земля больных детей. Через дом у каждого какие-то проблемы. Я думаю, что люди имеют неотмоленные грехи. Я чувствую сейчас присутствие вашего покойного мужа. Он просит передать вам, чтобы вы забрали из автомобиля то, что туда положили. А там лежала подкова, он нашел ее, и она в машине как бы оберег его. Светлана сразу пошла за подковой, чтобы показать эту вещь экстрасенсам. Это он привез с кунного театра. Я чувствую, что эта вещь не принадлежала вашему мужу. Она несет вред вашей семье. Светлана рассказала, что эта подкова старинная. Ее нашли на затонувшем судне казацкой чайки. Несмотря на то, что подкова символ счастья, в ней тоже может храниться негатив. Ведь эта вещь, например, могла остаться после страшных кровавых битв, или ее мог использовать кто-то в каком-то магическом ритуале. И поэтому лучше не приносить старинные вещи, историю которых вы не знаете к себе домой. Дух мужа Светланы указал мне на эту вещь, чтобы жена от нее избавилась. Но неужели во всем виновата эта подкова? Ведь практически в каждом доме села происходят мистические явления, случаются несчастья и тяжело болеют дети. Как это все можно объяснить? Если все проанализировать, то становится понятно, здесь у всех одинаковые проблемы. Мистическая сила дышит в затылок чуть ли не каждому жителю села. Особенно пугает то, что страдают дети. Я почувствовал, здесь очень много малышей, которые страдают от тяжелых неизлечимых болезней. От слов экстрасенса просто волосы дыбом становятся. Неужели все родившиеся в этом селе обречены на страдания? Но почему? В тот момент я услышал вокруг нас словно тихий шепот, который все больше и больше перерастал в гул. Я слышал мысли, мысли людей. И эти люди были где-то рядом и ждали помощи, ведь они боялись так же, как и наши героини. Я решил выйти на улицу и не ошибся. Там собралось много людей, и всех их объединял страх. Действительно, жители села узнали, что в Долинское приехали экстрасенсы и собрались возле дома Светланы. Все эти люди боятся жить в своих домах, но и деваться им некуда. Что же делать? Дайте мне несколько минут, я проведу ритуал. Хочу попросить помощи высших сил. Извините, можно попросить вас подойти? Скажите, как вас зовут? Татьяна. Вот это мой дом. Тоже так же меня душит. Я болею, сын болеет уже очень давно. Постоянно нет здоровья. Такое чувство, что в вашем доме кто-то ходит. Духи, которые приходят в дом, и которые этих хозяев просто душат, как выживают, выживают из дома. Однажды мы сможем спим 12 часов ночи. Гитара, заиграла жалуются. В родном селе просто невозможно жить. Но почему так происходит? И как прекратить этот кошмар? У нас есть, там стук есть в дверях бывает, или бывает вот такой свет включается и выключается. Тоже так, есть звуки посторонние, тоже меня так поднимало, у меня оставались даже следы на руках, на ногах. Ночью, перед тем, как мы отправились в путь, я видел сон. Мне приснился маленький и у всех на шее был какой-то странный след, словно от повешения. Думаю, что причиной всего происходящего в этом селе являются 13 висельников. Это просто невероятно, но местные жители рассказали, что в селе действительно очень много самоубийц. У нас очень много людей повесились вот на той садовой улице, которая вот где мы и за нашей улицей. где-то здесь на ферме повесился один мужчина. Потом у нас здесь соседи, но это давно, висельников много. Самый последний дом, там бабушка повесилась. Один у нас сторожем работал на свинарнике, ни с того ни с сего, жена пришла, повесился в гараже. Вот здесь у нас один дед повесился, недалеко от нас. Еще один мужчина там повесился, зашел в кладовку и повесился. Когда мы подсчитали количество висельников в этом селе, то были просто шокированы. Их оказалось ровно 13. Мы с Софией поняли, что дело тут не в том, что дома Валентины Липаниной и других жителей на ее улице расположены в аномальной зоне. Число 13 это чертова дюжина. В таких числах проявляют себя дьявольские силы. Все село Долинское постоянно страдало от вмешательства мистических сил. В тот момент меня позвала какая-то сила и меня просто потянуло к перекрестку. И я поняла, что именно там мы найдем раскатку. Вот это перекресток вот сюда нужно до перекрестка. Это эпицентр. Вот этот перекресток является эпицентром этого села. Именно Воронка София, мы должны помочь этим людям. В тот момент я понял, что в этом селе умер маленький мальчик. Утонул. Он и был тем духом ребенка, который снился мне перед тем, как я отправился в путь. В моем сне мальчик держал в руках петлю и каким-то образом тянул за собой на тот свет всех этих самоубийц висельников. Дело в том, что мальчик бегал, гулял по соседским детям, и здесь прорвало трубу, трактором вырыли и забыли зарыть. И там вода наполнилась, и дети игрались, и он туда. Оказалось, 30 лет назад здесь жила молодая семья. Муж, жена и двое маленьких детей. Трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Сашку того я маленького помню. Он немного старше моего сына. Такой был, как вам сказать, такой мальчик общительный. Вот идешь, и не было такого, чтобы он никому не заговорил. Как и большинство сельчан, родители маленького Саши занимались хозяйством. Их дети играли вдвоем на улице. Он утонул, а сестра его стояла рядом. Как она еще за ним не упала, я не знаю. Мальчик упал в канаву, которую выкопали трактором и заполнили водой. Он поскользнулся, просто поехал и упал. Я чувствую, что на могилу к этому мальчику никто не ходит. Местные говорят, что родители умершего малыша тяжело переживали трагедию. Отец начал прикладываться на кладбище. Однажды на кладбище женщине явился дух сына. Мальчик хотел утешить маму, но она испугалась. Люди рассказывают, что однажды женщина пришла на могилу сына и увидела словно какое-то марево. Она так испугалась увиденного, что решила уехать из села и вместе с маленькой дочкой перебралась в Москву. Так что действительно на могилу к мальчику теперь никто не ходит. Я увидел, что дух этого ребенка совсем не держал зла на родителей. Но брошенный всеми он хотел привлечь к себе внимание. Он приходил в дома к людям и хотел позвать их, чтобы они посетили его могилу. Наиболее уязвимы к потусторонним силам маленькие дети и те, кто думает о самоубийстве. Именно поэтому дух мальчика притягивал к ним смерть и тяжелые болезни. Случались все новые и новые смерти, и люди все чаще приходили на кладбище, где он похоронен. Я хочу попросить вас, чтобы каждый по-своему молился за этого ребенка. Кроме того, нужно пригласить священника на могилу мальчика, чтобы его дух нашел покой и покинул этот мир. Идемте, покажите, где погиб мальчик. Вот здесь сразу за машиной была вырыта яма. Вот здесь, здесь, там, да-да. Вот у дерева одинокое, да? Одинокое дерево, да? Я помолюсь, чтобы этот дух больше никогда не приходил сюда с плохими намерениями, чтобы больше не забирал с собой жизни и здоровье людей. А я буду молиться для того, чтобы в каждом дому был мир, для того, чтобы дети ваши были здоровы, рождали здоровые. Их Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что после этого с вашей дочкой все будет хорошо. А местных жителей прошу поставить на могиле мальчика крест и посадить цветы. Нужно будет пригласить священника на кладбище, там где у него могилка, убрать ее, привести ее в порядок и заказать за него в трех храмах службу об упокоении его души. Этот маленький мальчик совсем не злой, ведь дети злыми не бывают. Будет у нас еще и дальше вот это все продолжаться в доме или нет. Жить мы в этом доме сможем. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Мы очень благодарны, спасибо вам. Приехали, спасибо вам. Это еще один мой, ну, самый маленький, ему только два месяца. Я очень благодарна, конечно, нашим экстрасенсам Хаялу и Софии, что приехали к нам, все вот это разобрались и помогли нам. Большое вам спасибо. Полтергейст-убийца бушует в доме на Кировоградщине. Я открываю глаза, смотрю, посреди комнаты силуэт человека. Неизвестная сила открыла охоту на целую семью. Я уже не знаю, что делать. Пусть ей помогут разобраться, ведь у нее растут дети, ей страшно, она боится за детей. Самое шокирующее расследование сезона. Труп на территории обычного дома. Что на самом деле скрывает эта семья? Стоп! Что? Я стою на нем. Я тогда и подумать не могла, что она нашла. А ну, а ну, тихо. Давай. Ёперный бабай. Я была в шоке. Это была та самая рыжеволосая девочка из моего видения. А шо это такое? Ее убили. И в этот дом она приходила к своему убийце. На этих фото семья Гаврилюк. Люба, Виталий и трое их сыновей. Школьники Саша и Вова и 17-летний Виталий. В этом уютном доме, в районном центре Александровка, семья живет более 10 лет. Но никто и подумать не мог, что прямо под окнами закопан труп человека. Вот здесь, когда мы проводили газ, работник у нас был, и здесь он нашел кости. Мы были в разных местах в городе, когда сообщили, что такое случилось. Никто не поверил, и я в том числе. А я сразу не придала значения. Думаю, ну, кости, кость. Потом, когда отец мой сказал, что это человеческая кость, вот тогда я уже и боялась. Не в каждом дворе такое выкопают. Никто не знал, что делать со страшной находкой. Поэтому кости просто оставили в земле. Там, где и нашли. И мы тогда положили их назад и закопали здесь. Но после жуткой находки во дворе, в доме начало происходить такое, отчего просто мурашки идут по коже. Я здесь лежала на кровати и услышала стук. Вот в эту дверь был стук. Такой не просто стук, а сильный такой. Знаете, двери были все закрыты, никто не мог зайти. Такой стук был, ну, сильно стучали. Страшный стук поднял на ноги всю семью. Но жители дома просто застыли от ужаса, когда за открытой дверью никого не увидели. И дверь тоже. Дергали ручку, но никто не вошел. Я потом вышла посмотреть, нигде никого. И ребенок Вова, средний мальчик, взял, выглянул во двор. Но там никого не было. А уже через неделю после жуткой находки Люба увидела какую-то страшную сущность прямо посреди комнаты. Три часа ночи, может, было. Я проснулась от того, что было у меня такое ощущение, что мне кто-то говорит, вставай. Я открываю глаза, встаю, смотрю посреди комнаты, ну, как силуэт человека. Я проснулась. Пока свет включила, уже никого не было. Я не могу объяснить, что я почувствовала. Люба говорит, что у нее чуть сердце не остановилось. Но она даже представить не могла, что неизвестная мистическая сила начнет буквально выживать из дома ее семью. Вот стоит, например, посуда на кухне. Она просто чуть грохот, словно что-то сорвалось. И она на мелкие-мелкие кусочки разрывается. То у нее стаканы лопались. Просто стоял стакан, взял и лопнул в буфете. Я даже иногда, когда одна остаюсь, у них какая-то плохая энергетика в доме. У старшего сына лопнула чашка в руках. Он пошел, хотел чай сделать. Взял сухую чистую чашку, ничего не лил, и она лопнула. Женщина вспоминает, услышала из комнаты крик. Стеклянные осколки чашки полетели прямо в лицо сына. Люба говорит, он чуть не лишился зрения. Конечно, я переживаю, я уже не знаю, что делать. С тех пор мать ни на минуту не оставляет детей в доме одних. Говорит, неизвестно, что с ними может случиться в следующий момент. Очень боюсь за них. Они же еще маленькие. И они у меня в доме одни не остаются. Я их не могу оставить, даже когда во двор выхожу. Они у меня в доме одни не сидят. Отец, чтобы прокормить семью, постоянно ездит на заработки. Люба все время живет в страхе. И чуть ли не каждый вечер зовет переночевать своих подруг. Любе было настолько страшно, что мы с нашими подругами даже по очереди ночевали у нее дома. Люба всегда напуганная, она боится в доме спать. Я пришла к ней, мы сидели, пили кофе, и где-то далеко услышали какой-то звук. Это была дверь, которая открылась и закрылась. И мы увидели тень в коридоре. Это было такое, как человеческий силуэт. Силуэт человека. Голова и тело. Ног не было. Голова и тело были. Все. Подружка сказала, ты не обижайся, я уйду. И оставила мне одну. А последней каплей для матери стал страшный сон, после которого она уверена, кости, которые семья выкопала возле дома, принесут смерть всей ее семье. Снилось мне четыре гроба. Четыре гроба стояло, а пятая женщина лежала на кровати. Возле тех гробов недалеко. У меня в семье пять человек, нас пятеро. Правильно, четыре гроба и пятый человек на кровати. Люба уже много лет смотрит нашу программу. Она и подумать не могла, что ей самой придется обратиться за помощью к экстрасенсам. Говорит, до последнего не могла решиться позвонить в редакцию проекта, однако терпеть больше не в силах. Просыпаюсь и думаю, вот сейчас возьму телефон и позвоню. Я прошу экстрасенсов помочь. Я очень прошу о помощи, чтобы помогли моей семье. Мы установили в доме несколько камер. Возможно, им удастся зафиксировать потусторонние явления, о которых рассказывала Люба. Но мы даже представить не могли, что увидим на видеозаписи на следующий день. На просьбу Любови откликнулись сильнейшие эксперты нашего проекта. Жанна Шулакова и Алена Курилова. В день расследования, пока съемочная группа готовилась к выезду, экстрасенсы отошли в сторону и начали обсуждать свои ощущения. Казалось, они не хотели, чтобы кто-то их слышал. Однако нам удалось записать фрагмент их разговора. Да ничего, в принципе, более-менее нормально. Здрасте, здрасте. Ты работала? С фотографией, да. Да, вчера работала. Так интересно. Вот мне привиделась во сне белая комната. Вроде бы я в нее захожу, потому что я слышу там детский смех. Так вот звонки. Я захожу, девочка рыжеволосая, такая красивенькая, вот так, лет шести, ездит на велосипеде. И пальчиком вот так показывает мне вверх, в небо. Ты понимаешь? А там петля. Какая петля? Для висельника. Пустая, там никто не висит. Петля? Что означает странное видение экстрасенсов? Знаешь, у меня вообще странное видение было. Гроб. Над гробом стоит женщина. Она в одной руке держит руку покойника, а в другой обручальное кольцо. Так, подожди, она что, с мертвым венчается? Я не поняла. Венчание с мертвым – петля. Как трактовать странные видения экстрасенсов? Наши эксперты отправляются в город Александровка, где живет семья Гаврилюк. Двое младших сыновей сегодня в школе, а старший Виталий уехал за границу проведать отца. Поэтому Люба одна встречает экстрасенсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Люба, да? Давайте во двор немножко пройдем. Проходите. Я вас очень ждала. Прошу вашей помощи. У меня раскопали кости. Человеческие. На территории раскопали? Да. После того начала стучать в доме. Дверь открывается. Начали чашки лопать. Начала как бы пугать. Я переживаю. У меня есть трое детей моих. Они маленькие еще. Средний сын боится по дому уже ходить. У вас есть ощущение присутствия еще кого-то? Есть. Вот стоите, а он у вас за спиной. А ну. Да, вот так было. Дышала мне сюда. Когда я взяла Любу за руку, я увидела странную картинку. Мужчина, который стоит на кухне. На плите что-то готовится. Рядом овощи нарезанные. Разделочная доска. И у него в руках нож. Весь в крови. А рядом окровавленный труп убитой женщины. Неужели это ее останки? Люба нашла у себя во дворе. От слов ясновидецы просто волосы становятся дыбом. Неужели семья откопала в своем саду останки убитой женщины? Но кто она? Почему ее убили? И зачем ее дух пугает членов этой семьи? Идите сюда. Пойдемте. Здесь. Конкретно была яма. Там, где я стою? Да. Вот как раз вот. Вот здесь, под толщей земли. Вот здесь череп. Кости. Они сейчас здесь. Да. Назад положили, да. Вы не на кладбище их отнесли? Нет. Мы положили туда трубу для газа, так, как было положено, и он положил назад те кости и закопал. Это мужчина. Мы увидели духа, останки которого потревожили. Это был мужчина. Он нам говорил что-то, но я ничего не понимала. Это был иностранный язык, которого я не знала. Получается, останки принадлежат не женщине, как считала Лена Курилова, а мужчине. Но кто он? Как здесь оказалось его тело? Чем все это угрожает семье? И кто те мужчина с ножом и убитая женщина, которых увидела экстрасенс, когда вошла во двор? Я понимала, что если останки человека потревожили, он обязательно начнет мстить. А месть у неупокоенного духа одна. Забрать за собой на тот свет. Вот эти останки, которые лежат в земле, позвали за собой мужчину. Мужчина, умерший с разбитым черепом, с разбитой головой. Один мужчина, мы его нанимали, рабочий. Он брал в руки, но его нету, он упал и умер. Кто? Рабочий? Вот этот рабочий, да. Вот тебе и разбитая голова. Виктор, он раскапывал. Он раскопал эти кости, еще подержал в руках, посмеялся. Говорит, дядя Гриша, что с ними делать? Этот человек умер, ударился головой, череп разбил. От этого он и умер. Понятно, что Люба не знала, что делать с костями. Конечно, если бы их сразу отнесли на кладбище и закопали, то смерти можно было бы избежать. Ужас. Возможно, дух именно этого неизвестного человека теперь охотится на Любу и ее семью. Ален, что случилось? Алена? А здесь что? Почему ты нам не говоришь? Вот один, вот второй, вот третий. Три могилы, три могилы. О, боже, ваше кладбище здесь? Просто шок. Еще три могилы. Но откуда они взялись в этом дворе? И кому принадлежат? Так, как рассказали, ну, старые люди. Я сюда, когда переехала, говорила, зачем ты берешь дом, там, кости. Мне сказали, что здесь было захоронение. И люди видели, те, которым сейчас по 70 лет, видели могилки. Прямо могилки стояли, говорят, и кресты были. Люба рассказывает, местные старожилы показали ей, где именно находились три старые могилы. Чтобы избежать неприятностей, она специально обустроила там клумбу. Это мужские могилы. И они почему-то, знаешь, вот как парад проходят. Военная форма. Немецкие могилы, да, так как мне сказали. Невероятно. Четыре могилы немецких солдат на территории одного двора? Может это быть причиной. Надо их убирать. Или пусть, что надо делать? Вот эти три я бы вообще не трогала. Потому что они спокойные. Их похоронили. И все. И они здесь лежат спокойно. Они считают это место своим. Они получаются, как охранники дома. Эти духи не агрессивны. Они не нападали. Кроме одного, кости которого раскопали. Но ни Люба, ни ее семья могилу не разрывали. К останкам не прикасались. А значит, дух не должен им мстить. Потому что они перед ним не провинились. Он же не убил никого-то из семьи. Он убил чужого человека. По той простой причине, что он его потревожил. От могилы, которую случайно разрыли во дворе. Несмотря ни на что, шла спокойная энергетика. Подожди, а священник вообще здесь был? Батюшка был. Был, был. Вот поэтому тихонечко и лежат. Потому что батюшка не только дом посвятил, а и участок. То есть он автоматически их что сделал? Упокоил. А кто стучит тогда мне в доме? Вот это мне уже больше интересно. Боже мой. Получается, разрытые человеческие останки, которые семья считала причиной паранормальной активности в доме, никак не вредят семье. Но тогда какая сила угрожает Любе и ее родным? Тихо, тихо, подожди, подожди. А я вижу картину сейчас, подожди. Я про себя повторяла, что за сила свирепствует в этом доме? Покажись. И увидела, как за домом мелькнул человеческий силуэт. И все, что я успела заметить, это то, что его руки были в крови. Подожди, подожди, подожди. Жанна? Алена? Алена? Алена, что там? Что случилось? Боже мой. Вы видели? Невероятно. Если бы Алена Курилова подошла к дому на несколько секунд раньше, металлическая лестница упала бы прямо ей на голову. Лестница железная, она стояла вот так, а упала вот так. Кошмар. Я была в шоке. Там лестница железная, она стояла плотно в земле. Даже самый сильный ветер, он бы ее не свалил. Боже, какой ужас. Ты посмотри, как в землю врезалась. Ты представляешь, какой силой она бахнулась. Подошли бы мы сейчас сюда. Рядом с лестницей я увидела дух мужчины, руки которого были в крови. И тут я заметила, у него на шее была надета петля. Здесь был дух мужчины. И он злой. А кто он? Родной мне кто-то? Не знаю. Понимаешь, он не то чтобы стоял. Голова склоненная была вот так. И ноги над землей вот так. Он висел. Как только Алена стала описывать дух весельника, которого увидела возле дома, я услышала какой-то странный звон в самом доме. Там явно кто-то был. Иди сюда! Пойдемте в дом. Очень быстро в дом, да. Звон, 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 звон. А кто в доме? В доме никого. Как это никого? Муж на работе, дети в школе. Работников, которые делают ремонт, Люба сегодня отпустила. Кого почувствовала в доме ясновидица? А где звенит? Слушай, ты слышишь? Четко где-то звенит. А где звенит? Тут. Четкий звон. Ёлки-палки. А что это такое? Посреди кухни лежит разбитая посуда. Дверцы шкафчиков открыты. Что здесь происходит? Кто устроил разгром, если в доме никого не было? Мы вышли, все было хорошо. Никого же не было в доме. Ну, капец. Мы были шокированы. Наши операторы срочно проверяют камеры, установленные здесь еще перед расследованием. И то, что мы увидели на видеозаписи, не имеет никакого логического объяснения. Сначала на записи видеокамер зафиксирован сбой сигнала, а затем на наших глазах с полок стали падать предметы. Как такое возможно? У тебя было такое в доме? Да, на этом месте. У меня здесь чашка стояла. Она разорвалась просто в маленькие кусочки. Я была уверена, что это бушует дух висельника, которого увидела Алена. Но как только я закрыла глаза, я увидела дух какой-то мертвой женщины. И она постоянно повторяла одно и то же имя. Ира. Подожди, смотри. Женщина стоит. Четко стоит. Ирочка, Ирочка. Как ты такая Ирочка? Даже не знаю. Что происходит в этом доме? Сначала Алена Курилова увидела дух мужчины с ножом и мертвую женщину. Позже мужчину с петлей на шее, который бросил в ясновидицу лестницу. А сейчас Жанна Шулакова видит дух какой-то женщины. Той же, что и Алена Курилова или какой-то другой. Сколько духов орудуют в этом доме? И почему? Я не знаю, кто она. Подожди, кого забрать? Где забрать? Забрать, забрать. Мы не могли понять, что пытается нам сказать дух этой мертвой женщины. Кто она такая? И кто такая Ирочка? И что мы должны забрать? И тут я почувствовала, что под моими ногами как будто жар какой-то. Где-то внизу. Где внизу? Подвал в доме есть? Нет. Стоп! Что? Я стою на нем. На чем? Вот тут точно? Да. Вот тут горячая. Подожди. Как тлеющие угольки. Там пол, ничего нет. Там снизу все забетонировано. Давайте посмотрим. Ну, там можно что-то поискать. Жанна Шулакова и Люба ищут инструмент, чтобы сорвать пол. Но что там почувствовала ясновидица? Что спрятано под покрытием? О-о-о-о! Неси! Неси, неси, неси! А ну, а ну, тихо! Давай. Ух ты! Йоперный бабай! А что это такое? Странно. На том месте, которое указала Алена Курилова, лежит какое-то кольцо. Люба, а кольцо ваше? Нет, у меня такого в жизни не было. Я такое вижу вообще первый раз. Сейчас, одну секунду, секунду. Подожди, подожди. Что? Это падающая башня, это портит. Ух ты, ёб. В доме подклад? Неужели именно из-за него здесь происходит весь этот кошмар? Но кто его принёс и зачем? И как с этим связаны духи мёртвых мужчины и женщины, которых увидели экстрасенсы? Дайте мой платочек, там у меня в сумочке. Вот. Это кому мне сделали? Подожди. Это сделано насмерть. Насмерть хозяйке дома. Но кто пытается убить Любу с помощью подклада? И главное, за что? И почему неизвестная сила пугает не только женщину, но и всех членов её семьи? Это кольцо принесено женскими руками. Карта любовники, карта император. Сделалось для того, чтобы забрать себе мужика. Снято с холодной руки. И принесено, чтобы обвенчать хозяйку дома с мёртвым. О, подожди! Помнишь видение моё? Я тебе с утра рассказывала. Гроб. Над гробом стоит женщина. Она в одной руке держит руку покойника, а в другой обручальное кольцо. Мы что подумали, что она венчаться с покойником хочет? Она кольцо снимала-то с покойника? Какая-то женщина сняла кольцо с покойника, чтобы сделать порчу и убить соперницу. Возможно, это связано с духом мёртвого мужчины, которого увидела Алёна. К тому же мы не могли понять, кто эта женщина, которая сделала подклад. И кто те мужчина с ножом и убитая женщина, которых я видела в своём видении, как только вошла во двор. Похожие ясновидецы запутались в своих ощущениях. Такого количества духов на территории одного дома не было ни в одном расследовании. Экстрасенсы решают для начала разобраться, кто всё-таки принёс кольцо в дом. Она как конкурентка. Двойная постель, две женщины, один мужик. Любовники! Люба, у тебя есть подозрения на мужа, на любовницу? Нет. Вообще, вот где он? Он поехал на работу. Он чаще там, чем здесь. Муж Любы по полгода находится на заработках в другой стране. И даже если у него есть любовница, я уверена, она не будет ехать сюда, в Украину, чтобы сделать подклад. Здесь было что-то не так. Но если подклад не связан с любовницей мужа, то кто его сделал? Кто пытается убить эту женщину? И как кольцо смертвица оказалось у неё в доме? Очень давний срок. Очень давний срок. Какая женщина умерла здесь? Здесь задохнулась в этой комнате. Как задохнулась? Угаром? Да. Выяснилось, 15 лет назад в этом доме погибла его хозяйка. Из-за неисправной печи женщина задохнулась угарным газом. Но к чему ведут экстрасенсы? Неужели подклад сделали этой погибшей женщине? Она могла спокойно дожить до старости, умереть естественной смертью. Но она, она угорела. Я её не знала, вообще никогда её не видела. Хорошо знает соседка моя. Пошли, пошли, пошли. Чтобы понять, кому именно был сделан подклад, мы решили пообщаться с соседкой Любы, Ниной, которая помнила предыдущих жильцов дома. Бабулечка, идите сюда. Бабушка Нина, идите к нам, пожалуйста. Посмотрите, мы сейчас пришли в дом. Там кольцо под полом. Это подклад, кольцо снято с руки мёртвого человека. Это сделано женщиной, любовницей, на уничтожение хозяйки дома. Тут жил мужик и женщина. Да, Баба Галя и Дед Иван. Дед Иван гулял? Гулял. Это нашли у меня под полом. Это под полом у неё нашли. Это любовница Поля была, у неё сын от него. Я задала картам вопрос. Подклад сделала Полина? И ответ был да. Это она принесла кольцо с покойника в дом. И именно из-за него умерла первая хозяйка дома. Я думаю, что эта любовница тоже уже на том свете. Давно уже. Вот, это была её порча. Это катастрофа, видите? Она уже своё отработала, она уже забрала жизнь. Спасибо вам большое. Но если подклад в доме отработал своё, то что тогда наводит ужас на семью Гаврилюк? Странно было то, что бывший хозяин дома не был висельником, а хозяйка умерла в пожилом возрасте. Это никак не совпадало с духом мужчины и женщины, которых видели мы с Жанной. Кто та мёртвая женщина, которая искала Иру? И кто такая Ира? Мы не понимали. Экстрасенсы возвращаются в дом Любы, чтобы продолжить расследование. Что это за женщина, которая там была? Чего же она приходит? И чего она беспокоит? По дороге я решила достать маятник и поработать с ним возле ворот дома, там, где Алёна увидела своё видение про убитую женщину. Я пыталась понять, дух женщины, которую я видела в доме, и убитая женщина из видения Алёны – это один и тот же дух или разные? Я спросила маятник, откуда этот дух? И неожиданно он повёл меня к толпе людей. А куда это мы? А ну, дайте мне руку. Странно, почему ясновидица обратила внимание на эту женщину? И связана ли она с тем, что происходит в доме? Как вас зовут? Елена. А у вас дома стучит что-то? Ходит, скрипит, стучит? Да, чувствуется. Как вы чувствуете? Ходит. Так гремело. Я думала, что кто-то стучал в окно, потому что собаки лаяли. Вышла во двор, никого нет. Так, словно мне руку кто-то на колено положил. О, пожалуйста, то же самое. Получается, неизвестная потусторонняя сила бушует не только в доме Любы. Что происходит? Я только спросила, с чем и с кем связан тот дух, который я видела в доме. И что сделал мать? Привел меня к женщине. Значит, и дом, и дух, и женщины между собой связаны. Мама моя. Выяснилось, что все это время женщина стояла здесь и наблюдала за работой экстрасенсов. Она сильно переживает за жизнь дочери и внуков. Вам стучит. И ей стучит. Да. Это же вообще катастрофа. У матери и дочери в двух разных домах происходят абсолютно идентичные проявления. Было такое ощущение, что какая-то потусторонняя сила привязана к этой семье. Но почему? Я предложила поехать в дом к Елене и попробовать поработать там. Поехали. Не против? Нет. Поехали. Эх, куда ты пошел? Выйди оттуда. Выйди, аварю. Ты чувствуешь вообще? Что случилось? Что почувствовала Жанна Шулакова? Возле дома была настолько некротическая энергетика, что страшно было даже во двор зайти. Здесь ноги как на тот свет, как в сырую могилу проваливаются. Ну-ка пойдем в дом. Все меня трясет. Ух ты, елки-палки. Обалдеть. Крип. Кровь. Руки чьи-то моют. От слов харьковской ведьмы просто мурашки по коже. Что происходит в этом доме? Здесь кого-то убили? Я четко видела картину, как стены дома забрызганы кровью. И какой-то мужчина в спешке их вытирает. Знаете, как будто пытается убрать следы убийства. Но кто этот мужчина? И почему на стенах кровь? Кровь моют. Прям кровь моют со стен. Ален! Алена! А где Алена? Нигде в доме ясновидецы нет. Куда исчезла Алена Курилова? И вдруг мы заметили странную картину за окном. Там что с Аленой не так? Я тогда и подумать не могла, что она нашла. Ален! Ты что тут? Здесь маленькая девочка. Не знаю, 7-8, но до 10 лет. Подожди, мертвая девочка? Мертвая. Она дух. Я была в шоке. Это была та самая рыжеволосая девочка из моего видения, которое я видела накануне. Я захожу, девочка рыжеволосая, такая красивенькая, вот так, лет 6. Ездит на велосипеде. Невероятно. Но что дух мертвой девочки делает в этом дворе? У вас что во дворе ребенка убили? Нет. Она говорит, маленькая девочка, я с ней играю. С какой маленькой девочкой? У вас в доме живет какая-то маленькая девочка? Да. Леночка, иди сюда. Вот, идет. Моя хорошая. Ты Лена? Да. Лена племянница Любы. Подожди, стой здесь. Ты видела маленькую девочку? Да. Она стояла возле маленькой комнаты. У нее такие рыженькие волосы. Ух ты, я укипалки. Да, были рыжие. Смотрите далее в программе. Шокирующее признание. Экстрасенсы откроют кровавую тайну этой семьи. Дух девочки, которую я видела в этом дворе, она была не просто мертвая. Ее убили. И в этот дом она приходила к своему убийце. Не переключайте. Экстрасенсы найдут убийцу девочки на чердаке этого дома. А он говорит, меня убил. Мужчина убил? Да. Так а что вы молчите? Давайте зятя сюда. Не надо его звать. А он наверху. В эфире самая мистическая программа страны – экстрасенсы-детективы. Сильнейшие эксперты проекта Алена Курилова и Жанна Шулакова сейчас в Кировоградской области. Приехали помочь семье, которую пытается свести в могилу неизвестная сила. И оказались с глазу на глаз с убийцей с того света. Алена, что там? Кошмар. Экстрасенсы отправились в дом родителей Любы, где также появляется потусторонняя сила. Но войдя во двор, увидели дух какой-то мертвой девочки. Это была та самая рыжеволосая девочка из моего видения, которое я видела накануне. Подожди, стой здесь. Ты видела маленькую девочку? Да. Она стояла возле маленькой комнаты. У нее такие рыженькие волосы. Ух ты, я уки-палки. Да, были рыжие. Это просто невероятно. Лена видит в доме дух какой-то маленькой рыжеволосой девочки. Но кто она? И почему, по словам Алены Куриловой, на велосипеде? Дух девочки, которую я видела в этом дворе, она была не просто мертвая. Ее убили. И в этот дом она приходила к своему убийце. Я не могла говорить об этом при ребенке. И поэтому попросила Леночку зайти в дом. Нарисуй ее. Хотя бы приблизительно. Нарисуешь ее? Проводите ребенка. Мертвая. У вас во дворе на велосипеде. А как она сюда попала? Ее убили. Убили? Убили здесь? Нет. Но она сюда приходит. Она как-то подвязана к этому дому. Она мне говорит, сейчас. Так мужчина и она подвязана. А он говорит, меня убил. Мужчина убил? Да. Я ничего не понимаю. В этом доме живет убийца маленькой девочки? Но кто этот мужчина? Зачем он убил ребенка? И при чем здесь Люба? Души убиенных приходят к убийце после смерти только в том случае, если он не понес наказание. Например, убийца откупился или заплатил свидетелям. Это был именно такой случай. Зять наш до замужества с моей сестрой, он ехал в другом вообще селе на машине, он ее сбил. Она ехала на велосипеде, он ее убил на смех. Ой-ой-ой. Выяснилось, что авария произошла 20 лет назад. Девочка умерла на месте, а Петра, зятя Елены, суд признал невиновным. Якобы ребенок неожиданно выехал на дорогу. Так а что вы молчите? Давайте зятя сюда. Не надо его звать. А он наверху висит. Да. Он труп. Да. Шок. Получается, Петр мертв? Он там повесился, наверху на чердаке. Вот тебе и висельник. В декабре 2015 года Петр покончил с собой. Без предсмертных записок или объяснений. Он повесился на чердаке своего дома. Петя, Петя, скажи мне. Это ты, тот, которого я видела на лестнице? Тот, который бросил лестницу? Блин. Пожалуйста. Кошмар. Тяжелый лист металла упал в нескольких сантиметрах от ясновидицы. Что происходит? Я испугалась. Ма, я испугалась. Успокойся. Тихо, тихо. У меня сердце скоро становится. Он очень агрессивен. Это был дух Петра. Он, как самоубийца, привязан к месту своей смерти. Он был злой, неупокоенный и жаждал крови. А тут, за кем сюда приходит? За девочкой. За какой? За Леночкой. За той, которая рисовать пошла. О, боже мой. В это невозможно поверить. Отец приходит с того света, чтобы забрать родную дочь? Как такое может быть? Почему он хочет убить своего собственного ребенка? Он, как безумный, Жан. Он, как безумный. А малышка, она Петра видит. Да, да, она все время видит. Черная тень с синими глазами. А у него голубые глаза были у папы. Девочка не просто видела отца. Оказалось, она уже была на грани жизни и смерти. В последний момент Леночку спас родной брат. Брат есть тут тоже. Брат, брат, иди сюда. Как тебя зовут? Саша. А ну, иди сюда. Ой, дай руку. Вот это ты ее спас. Когда дым был. Да. Ну, Леночку, сестричку, я уложил спать. Затопил печь и отлучился. Буквально минут на двадцать. И у меня было какое-то чувство непонятное. Я сорвался домой. И почувствовал гарь. А она в этот момент спала. Когда парень зашел в комнату, просто остолбенел. Неизвестно как, уголек вылетел прямо на линолеум. На расстоянии около метра. Словно его кто-то выбросил из печки. Покрытие пола загорелось. Александр говорит, в последний момент успел забрать сестру из дома и вызвал пожарных. Нужно было срочно проверить, как там ребенок. Ведь девочка в доме находилась одна. Но для того, чтобы не напугать ее, я решила поработать с ней наедине. Давайте, пойдем, 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 пойдем. Ну что, получилась у тебя девочка? Покажешь мне? Она с тобой разговаривает или она все время молчит? Нет. Стоит и смотрит. Дух рыжеволосой девочки мог быть подвязан к месту, где жил ее убийца. Но больше всего меня интересовало, почему она приходит сюда и после того, как убийца, то есть папа девочки, ушел на тот свет. А мужчинам здоровый и голубый глазак. Это папа приходил, да? Да, у него голубые глаза были. В тот момент за спиной девочки появилась женщина из моего видения, которое я видела в доме у Любы. Она обнимала девочку, гладила ее волосы и говорила, моя звездочка. Я все путала. Не Ирочка. Ясновидица не может сдержать слезы. Ой, не могу. Прям вот это... Просто забрали. Кого забрали? Мать у ребенка забрали. Жестоко забрали. Ребенок сиротой остался. Получается, мать девочки тоже мертва? В доме у Любы я видела мертвую женщину, которая сказала, ищи Ирочку. Я думала, что речь идет о предыдущей хозяйке дома. Подожди, смотри. Женщина стоит, четко стоит. Ирочка, Ирочка. Кто такая Ирочка? Даже не знаю. Но оказалось, что в доме у Любы я видела дух ее мертвой сестры. И она просила найти не Ирочку, а Звездочку. Ее дочь Леночку. Леночка говорит, знаете, недавно меня кто-то погладил по голове. Я открываю глаза и вижу маму. А мама говорит, спи, Звездочка, спи. Мама Леночки приходила, чтобы просить о помощи. Она просила спасти свою Звездочку. Но женщина была не просто мертва. Ее убили. И убили очень жестоко. Кто забрал жизнь у матери? Он забрал. Кто забрал? Он забрал. Понимаешь? Мало того, что за одно убийство наказание не понес, так и второй раз убил. И тоже наказание не понес. Все замерли от шока. Отец Лены убил ее мать? Но как такое могло случиться? Почему он это сделал? Это ваша сестра, ваша дочь. Да. Скажите, пожалуйста, ее имя. Лариса. Стоило мне только настроиться на это имя, как я опять увидела картинку, которая пришла ко мне утром. Мужчина, который стоит на кухне. И у него в руках нож, весь в крови. А рядом окровавленный труп убитой женщины. Смотри, подходит сзади. Вот стол. Она стоит там, как кухня, что ли. Там овощи, лук. Вот это все на столе. Она стоит, ничего не понимает. Он ее вот так вот хватает, начинает ножом бить, ножом бить по лицу. Страшная трагедия произошла два года назад. Ларису нашли на кухне мертвой. Она умерла от потери крови из-за многочисленных ножевых ранений. 11 ранений в шею. Гематомы были на голове. На правой стороне вышел Ба и посередине. Я вам скажу, что это очень-очень тяжело. Он что, с ума сошел? Я не пойму, почему. Что это было? Кровь. Кровь по всем стенам. Так он ее мыл. Он мыл эту кровь. Он стоял ее и мыл. Петр не просто убил жену. Он убрал за собой все следы. А затем забрался на чердак и наблюдал за тем, как родные нашли тело убитой Ларисы. Он не собирался вешаться. Он не собирался. Он порядок навел и хотел уйти. Уйти хотел. Когда я настраиваюсь на него, у меня такое ощущение, что ваш крик, он слышит, как вы над ней кричите. Когда вы кричать начали, он понял, что он отсюда уже никуда не денется. Шок. Когда родные нашли тело Ларисы, мужчина был еще жив. И слышал, как Люба кричала, увидев убитую сестру. Нам говорили, что в 10 часов сестры уже не было. В 10. Она в 8 уже не отвечала. А он в 10 часов соседу на улице рассказывал анекдоты. Сказал, пошел я дальше хозяйничать. Его еще живым видели. Но почему Петр убил свою жену? Ведь, по словам родных, он был хорошим отцом и семьянином. Я с Петром прожила с вот такого. С самого детства мы жили на одной улице. Вот такой человек. Трудолюбивый. А что с ним случилось, один бог знает. Так что же случилось с Петром? Как из прекрасного семьянина он превратился в кровавого убийцу? Это девочка маленькая, которую он убил. Она была рядом с ним. Он ничем не заплатил. Он не заплатил. Наказание не понес. Дитё ему не простило. Оно ходило вокруг него. Он пить начал. Он запивал свой страх. И вину запивал. Он как зверь стал. Просто. Получается, Петр попросту откупился от наказания. За убийство девочки его не посадили. И дух ребёнка стал постоянно преследовать его. И во снах, и наяву. В итоге мужчина поплатился самым ценным, собственным рассудком. Он стал сходить с ума. Лариса рассказывала, он пьёт. И когда приходит домой, становится страшным. Он начал Ларису за волосы хватать, бить. Не зря Леночка видела в доме дух покойной девочки. Она постоянно находилась рядом со своим убийцей. И Пётр это чувствовал. Когда он убил Ларису, это был уже не человек. В него как будто демон вселился. В дом клюбе приходит Лариса. Она с того света пытается дать знак сестре, чтобы та обратилась за помощью и спасла Леночку от озлобленного духа отца. И придёт он, придёт. И куда он не денется, он придёт. И придёт он за девочкой. Понимаешь? Дух убитой рыжеволосой девочки продолжает приходить в дом, потому что пытается спасти Леночку. Ведь за ней охотится родной отец. Дух Петра был очень агрессивный. Мы должны были его обмануть, выманить из дома и навсегда закрыть для него туда вход. Его надо позвать. А что-то его осталось в доме. вещь, рубашка. Шо-нибудь. Есть. Личная вещь, куда можно привязать. Верёвки, которыми можно связать. Откуп, на который можно позвать. И огонь. В тот момент, когда Жанна вызовет духа, я должна была поставить защиту на дом. Закрыть дом на заговоренный замок от вмешательства любых потусторонних сил. Закрывай дверь. Сейчас я дверь закрою. Закрывай дверь, закрывай. Закрывай его. Ключ, замок, язык. Аминь. Боже, я берег на 12. Закрыла. Да. Вот так вот. Пусть идёт. Души самоубийц привязаны к месту своей смерти. А поскольку вход в дом для Петра теперь закрыт, он больше никому не сможет навредить. Ни в этом доме, ни за его пределами. Леночка будет в безопасности. А значит, дух Ларисы наконец обретёт покой. Не будет больше переживать за доченьку, приходить к сестре и пытаться дать Любе знаки с того света, которые так пугали всю её семью. Я очень благодарна вам, Алёна, вам, Жанна, что вы нам помогли, что помогли мне в доме, что помогли доченьке нашей, чтобы она не боялась, чтобы было всё хорошо. Большое-большое вам спасибо. Я вам очень благодарна. Спасибо, что вы нам помогли. Через несколько месяцев после расследования Алёна Курилова решила поговорить с Любой, чтобы узнать, изменилась ли к лучшему жизнь её семьи. Здравствуйте, Любочка. Рада вас видеть. Здравствуйте. Как ваши дела? Ой, намного лучше у нас дома, у нас тишина. Я уже перестала бояться вообще, я хожу и на улицу, уже нету такого страха. Ну, Леночка уже духов не видит и никого не боится. Нет, нет, Лена не боится вообще. Она сейчас может сама в доме оставаться. Она вообще ничего не боится. Ну, вот у меня уже идёт ощущение мира и покоя в вашем доме. Ой, я вам благодарна, я очень вам благодарна, что вы мне помогли. Ой, как хорошо. Ну, всё, до свидания, я вас очень люблю. До свидания, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok